Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы начинаем серию передач и встреч под эгидой Научно-исследовательского Открытого Института Славяноведения. И сегодня у нас первая встреча, первая беседа, где у нас главный гость Марат, представляющий Школу Методологии Ускоренного Духовного Развития, мудро.ру. Прошу любить и жаловать. Здравия тебе, Марат! Здравия тебе, абсолютно. Марат, заходя на сайт, я обратил внимание, что там сразу даются какие-то методологии ускоренного развития, работа с энергиями. Но многим людям современным, наверное, следует объяснить, а что вообще такое энергии, потому что все привыкли, вилку в розетку включают, и энергия пошла. Свет есть, на телевизор включили, энергия есть, телевизор заработал. Что же такое энергии, с которыми работают у вас на занятиях, с которыми ты работаешь уже, насколько я понимаю, больше 20 лет? И как вообще устроен человек, почему эти энергии через него проходят, почему он эти энергии может устроить? Давайте начнем с такого водного экскурса. Хорошо, но я бы хотел сразу сказать, что слово энергия – это не русское слово, ввиду чего может возникать путаница в понимании, собственно говоря, этого слова. И, с одной стороны, я буду продолжать употреблять это слово, но почему, потому что люди уже привыкли к нему, а с другой стороны, надо все-таки раскрыть это понятие. Так вот, если прямой перевод на русский язык – это, по-моему, движение какое-то, что-то такое. А, в принципе, если по смыслу раскрывать, то энергию можно разделить на два понятия. Первое понятие – это сила, то есть русское слово «сила». А второе понятие – это материя других миров. То есть, как вот у нас, в нашем мире, но на самом деле нематериально он вещественный, потому что стол, чашка, там, стул, на котором я сижу – это все вещество, это не материя, это вещество. Наш мир вещественный. Также вот, вещество состоит из материи. Так вот, так же, значит, и в других мирах есть материя. Вот материю других миров мы часто очень ощущаем, как энергию. Ну, вот на сегодняшний день принято это понятие. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Почему именно духовное развитие? Потому что духовное развитие, оно, как раз, свойственно миру славян, миру русичей. Вот. И больше никаким мирам не свойственно, надо сказать. Значит, духовное развитие подразумевает, ну вот, я в одном из эфиров говорил об этом, значит, либо прямое взаимодействие с божественными мирами, что мало кому доступно. Не только ввиду того, что сложно достучаться до этих миров, ввиду неподготовленности людей, но и ввиду того, что те, кто, значит, все-таки добирается до этих сил, очень часто испытывают дискомфорт ввиду того, что силы очень мощные и трудно совладать, физическое тело просто не выдерживает. Вот. У Кастанеды, допустим, это описано, как гибель многих видящих, которые пытались видеть этого орла. Вот. Они просто полюбали сразу, поскольку их и физическое тело, вообще нижние тела все, они не соответствовали абсолютно вот этих божественных мир. Наши тела все-таки выдерживают, но тоже тяжело. Надо сильно готовиться, долго готовиться к этому. Вот. То есть первая составляющая духовности – это прямое взаимодействие с божественными мирами. И вторая составляющая духовности, чтобы было доступно это понимание всем людям, это, собственно говоря, наша система ценностей, которая включает в себя, прежде всего, понятие духовность. И понятие духовность состоит из понятий совесть, честь, достоинство, святость, любовь. Вот из всех вот этих понятий. Ну, можно список продолжить, конечно. Вот. Если человек взращивает в себе вот эту систему ценностей, он приобщается к духовным мирам. У него вообще простраивается путь именно в духовный мир. Если он не взращивает в себе духовность, значит, он не простраивает туда. Я знаю мастеров, которые идут путем бессмертия. Ну, у них действительно есть возможность достичь бессмертия. Вот. Но при этом они не простраивают направление в духовные миры божественные. Собственно говоря, они останутся в темных мирах во вселенной. Вот. Это, ну, к примеру, вот китайцы вот таким путем идут. Ну, и часть мастеров, которые идут в эту традицию. То есть, получается, наш мир несколько отличается от того, что нам пытались в школах рассказать, в каких-то учениях рассказать. И самое главное, что в нашем мире есть представители иных... Слово цивилизации, наверное, здесь не подходит, да? Иных... Почему? Можно, да? Иных представителей человекообразных существ, которые также дарены душой, духом. Но у каждого по-своему все выражается. У нас это так выражается, у других так, у третьих по-имому. И у каждого свой путь получается развитие здесь, в нашем мире. Я бы сказал, не путь развития, а предназначения. Потому что, ну, собственно говоря, если у гуманоидов предназначение остаться во вселенной, то они ничего с этим сделать не могут. Почему? Потому что у них просто отсутствуют центры, которые позволили бы им существовать в божественных мирах. Ну, вот, например, и здесь не надо кого-то оскорблять понятием, там, человекообразным, или еще что-то. Нет, есть такая вещь, как самоназвание. Вот, к примеру, у славян есть понятие люди, то есть людь, есть понятие человек, есть понятие ас, есть понятие, там, если вы не запускаться, жить, да? Те, кто вот на нижних центрах живут, понятие жить, ну, их так называют жить, а отсюда не жить. То есть, людь тоже не совсем понятно, потому что сейчас говорят люди, но сохранилось понятие не-людь. Так вот, противоположность есть в людьхе. Также у остальных, значит, сущностей, у них есть тоже свои названия. Кто-то там всегда называет пигмеем, кто-то там еще как-то. Европейские представители всегда называют гуманного гигида. А отсюда понятие гуманность, то есть, ну, это все, вот, их свойственное будущее. Они всегда так называют, это самоназвание. Просто они начинают нам это приписывать, говорят, homo sapiens, там, или даже они sapiens sapiens, то есть разумный-разумный, да? Но разумный, у них даже понятия разумного нет. У них есть понятие ratio. Ratio – это ум. Ум – это умение мыслит. А умеющий мыслить еще не равно разуму. Потому что разум – это все-таки божественное сияние, осознание божественных конов. Ну, в принципе, вообще конов не раздавлено, так скажем, они божественные. Разница между коном и законом заключается в том, что кон – это предварительная договоренность, то есть, это добровольное, ну, дуговое, добровольное мероприятие, да, кон. А закон – это насилие. Согласен ты или не согласен, все равно есть закон, и тебя заставят. Вот в этом разница. Наша, так скажем, цивилизация, потому что на сегодняшний день все-таки русского мира нет. Есть западная цивилизация, которая уже к нам проникла. Так вот, наша цивилизация живет по закону. Закон, написанного для смертов. Потому что, ну, любой разумный человек, он не будет жить по закону. Почему? Потому что есть нравственность. Есть любовь. Есть любовь. Теперь надо нам уточнить, что такое человек с точки зрения вот всех связок физиологических, энергетических, информационных и прочего. И, наверное, давай начнем говорить с того, является ли центры присутствующие в человеке, и что такое центры, теми же самыми чакрами, про которые сейчас в интернет постоянно пишут, говорят, вот раскрутить чакру такую-то, сдвинуть ее сюда, там, расширить и так далее. Что такое центр, и является ли центр чакрой? Ну, если мы начнем с последнего, то, конечно, центры чакры, это, по сути, разные названия одного и того же. Вот. Просто надо понимать, что кроме чакральной системы, у человека достаточно много других центров, которые присущи, ну, если их разносить, они присущи разным тонким телам человека. Вообще, надо сказать, что все практики, которые представлены на сегодняшний день, их можно разделить на две категории. Одни практики, это работа с четырьмя нижними телами, а другие практики, это работа, ну, на сегодняшний день, как бы, все-таки комплексно не представлена, и, так скажем, другие практики, это работа с верхними телами. Вот у нас есть знакомые ребята, которые работают только с верхними телами, а не работают с нижними. Я бы сказал, что это недостаточно, потому что по-хорошему, все-таки, духовное развитие должно включать в себя и нижние тела, и верхние. По какой причине нет? Потому что, если не работа с верхними телами, то это недуховное развитие, то есть это не попадание в божественные миры. Ну, в перспективе возможно попадание, но человек в данном воплощении, он не стремится к этому, если он не развивает свои духовные тела. Собственно говоря, ну, к примеру, чтобы было понятно, если мы не заботимся о физическом теле, то нам нечем жить в этом мире. Точно так же, если мы не взращиваем свое духовное тело, то нам нечем жить в божественном мире. Вот и все. При этом надо понимать, что попав в этот мир, мы попадаем сюда не одним телом, на самом деле, а четырьмя нижними телами, то есть это физическое, эфирное, астральное и ментальное. В славянской традиции там немножко сложнее. Физическое называется явным телом, эфирное называется жарьим телом, астральное тело называется навьим телом, а ментальное, там есть клубы, экологические тела. Вот это как бы для начала. Так вот, значит, вот эти четыре нижних тела, мы должны с ними работать для собственного развития, для собирания опыта в этих мирах, в темном мире, в котором мы сейчас присутствуем. Темным миром является Вселенная, она вся темная. Надо понимать, что сейчас многие упираются в понятие Вселенной, на самом деле Вселенных много, ученые об этом говорят, а мироздание, оно одно. Ну, по крайней мере, наше мироздание, для нас оно единственное. Для тех, кто достигнет уровня выхода из этого мироздания, там, конечно, они будут разбираться в дальнейшем. Но поскольку мы все здесь находимся еще на более низких уровнях, нам нечего говорить о других мирозданиях, давайте разбираться с устройством нашего мироздания. Здесь надо понимать, что Вселенная, в которой сейчас мы живем, это полностью является темным миром, внутри которого есть вкрапленности светлых миров. Именно вкрапления, как вкрапления. Ну, если кому-то непонятно, вы ночью выйдете и посмотрите на неба, она темная, с небольшими там светлыми звездочками. Вот это и есть вкрапления светлых миров, звездочки. Они несут свет. Сама Вселенная темная. Именно поэтому ученые очень много говорят о темной энергии, о темной материи, да, вот. И практически, ну, в последнее время только начали говорить о световой материи. Потому что они находятся в рамках Вселенной. Вот. Что еще добавить? Ну, давай тогда будем разбираться по ходу. Ты сказал нижние или верхние тела. И сразу, наверное, у наших зрителей может принести такое представление, что есть тела до пупка и есть тела выше пупка. Нижние и высокие, да? Наверное, надо объяснить, что это. Это некие оболочки человека, которые не с кем называются, потому что они ближе к телу, да, а высоким, потому что они дальше от тела. Или это на самом деле некое какое-то энергетическое, информационное пространство, которое вот до какого-то уровня это нижние, а вот какое-то выше – это высокие тела. Я бы разделил следующим образом. Тела и оболочки. Тело – это полноценное тело, в котором можно жить. Оболочка – это, ну, как одежда, которую мы одеваем, да? К примеру, сейчас вот некоторые говорят об ауре, да, аура, да, кокон энергетический. Вот, если брать именно аспект вот именно кокона как такового, как вот многие понимают, это оболочка. То есть это внешняя составляющая, как правило, эфирного тела. Большинство имеет в виду эфирное тело, когда говорят это слово, подразумевают эфирное тело. Вот. А если мы возьмем целое устройство эфирного тела, то оно состоит не только из внешней оболочки вот этого кокона, оно состоит из внутренних центров, связи между этими центрами. И это все должно работать. И именно поэтому условия, как традиция, это тело называется жарим телом. Жарим. Это, собственно говоря, тело, которое возбуждает силы, которое приводит к возбуждению агния. Вот как бы здесь, ну, я считаю, что славянская традиция здесь больше отражает. Но оно все-таки это где-то внизу находится, или это вот такое же тело, которое просто вот вокруг нас, и в нем живут свои процессы, и вот оно связано с физическим телом, с другими телами, или нижнее все-таки воспринимаем дословно нижнее. Если мы будем говорить об отражении, как отражаются тонкие тела в теле человека, да, они отражаются. Здесь можно сказать следующим образом. Значит, эфирное тело, ну, это вот, к примеру, да, вот, к примеру, оболочка, да, вот этот вот кокон, который... То есть вокруг человека. В то же время, если мы возьмем по центрам, то эфирное тело отражается в центре, который... Ну, у большинства людей, к сожалению, этот центр не сформирован. Центр живота. Вот. Именно там находится свое отражение эфирное тело. А если этот центр не сформирован, то это приводит к тому, что человек не может управлять своим эфирным телом. Ну, то есть оно есть, но оно не управляет. Вообще, если мы рассмотрим жизненные процессы, то они устраиваются следующим образом. У нас есть физическое тело, которое живет, питаясь потоками эфирного тела. Ну, давайте вот я в этой, как бы, традиции, да, в научном, объясню. А дальше вы переведете на славянскую, если нужно. Я уже привел пример. Так вот, значит, физическое тело питается потоками эфирного тела. Потоки эфирного тела управляются силами астрального тела. Именно силами там силы уже, как бы, больше проявленные. А астральное тело управляется ментальным телом. Вот четыре нижних тела. Они вот так завязаны. При этом я хочу обратить внимание, что в нижних телах духовности не найдешь. Есть просто жизненные процессы. Ну, как бы, вот то, что называется биоробот. Причем он может быть сильным, можно силу взрастить в себе. И тогда, значит, эта сущность начинает занимать какую-то позицию в демонической структуре. Если сила уже взращена, может стать демоном. А если мы берем верхние тела, то уже есть возможность попадания в божественную мир. Но первая ступень при попадании в божественную миры – это задействование энергии сердца. И вот здесь вот есть такое понятие «люди» в слове. Вот люди – это те, у кого сердце активное. Те, кто чувствуют на уровне любви уже. Любовь могут проявлять по-настоящему. Не ту низменную составляющую, которую называют любовью, что неправильно. Похоть больше, да? Да. Которая показана в современных сериалах, допустим. Физиологическая похоть, необходимая физиологической связи и так далее. Да-да-да. Вот похоть – это слово, обозначающее, когда человек поступает по-хотению. То есть там нет, даже ума там нет. Там есть хотение. И это хотение, как за веревочкой, начинает дергать человека и вести в таком-то направлении. То есть гормональный всплеск некий, ничего человек не соображает. Просто необходимо ему что-то выплеснуть, необходимо с чем-то совокупиться, какие-то действия произвести. Вот это вот похоть. А для чего и как, и почему он не понимает? Он не только не понимает, он вообще даже не задумывается над этим. Он просто поступает. То есть маниакальный такой уровень. Вот надо сделать, и все. Или животное начало. Да, животное начало, да. Это вот уровень смердов. Это вот как раз первые, которые из животных воплотились в человеческом теле. Может быть первое воплощение данной сущности в человеческом теле. А может быть там десятая, например, или даже сотая. Если данная сущность не развивается, как бы вперед по духовному пути, то она может там много воплощений сидеть на уровне смерти. Ну, хорошо это проявлено у детей, которые переходят в подростковый возраст. У них гормоны начинают действовать. Физиология развивается уже по-взрослому. И вот этот гормональный всплеск, когда девочки не понимают, что они делают, мальчики не понимают, что они делают. Эти дурацкие ужинки появляются. Одни только желание чего-либо сделать по отношению к противоположному полу. Вот это как раз мы и называем, да, когда уровень похоти проявляется. То есть человек еще не умеет владеть этими энергиями, не умеет их направлять, не умеет их обуздать. А это требуется его проявление. И вот туда всякие глупости и гадости появляются. Я полностью согласен. Единственное, что здесь хотелось бы добавить, что на самом деле это как бы было в своем дыне, это было специальное осознанное действие по разрушению нашей традиции. Потому что вот те силы, которые начинают как бы играть с человеком в этот период, да, в этот возрастной период, вот, они на самом деле настолько мощные, что сама сущность, ну, как правило, большинство сущностей, подавляющее большинство, не может обуздать эти силы. И чтобы обуздать эти силы, нужно специально готовить детей. То есть это процесс воспитания должен быть с детства, который показывает, как контролировать половые энергии, которые сейчас сексуальными называют, вот, как поступать, какое отношение должно быть к противоположному полу, какое отношение к обществу, которое тебя окружает. Вот, еще раз говорю, ввиду того, что в свое время наша система ценностей была замещена на западную систему, которая основана всего на двух вещах, это насилие и обман. Вот, то есть, когда они проходят насилие, нас обманывают, когда они проходят обман, но есть сила, значит, применяются силы, подавляются. Вот, поскольку вот эта система была замещена, мы имеем вот этот результат, когда силы вдруг там в подрастающем организме, значит, овладевают сознанием человека, то есть сознание отключается, по сути, работает силой. Вот, мы имеем вот этот результат, когда, либо я хочу, либо, значит, если силы достаточно, то даже ни у кого разрешение не спрашивается, просто делается так, как хочется данной сущности, невзирая на то, что вокруг, собственно говоря, происходит, что эта сущность творит, так скажем. Вот, ну и дальше, конечно, подключаются различные кармические механизмы, то есть механизмы ответственности за поступки, и сущность еще больше погрязает в этом во всем. Для разрешения нашей системы ценностей мы имеем этот результат. Надо еще раз уточнить нашим зрителям следующее. Эти тела как расположены? Они самостоятельно связываются через центры, которые правильные в человеке, с самим человеком? Или это что-то аналог матрешки напоминает, когда одно тело физическое, над ним находится другое тело, потом еще одно, еще одно, еще одно и так далее. И какие-то из них низкими называются условно, потому что они близки к физиологии животного начала. А какие-то высокие, потому что тоже, опять же, условно, потому что они близки уже туда, к божественному. Вот давай-то проясним момент. Тут надо обратить внимание на, собственно говоря, так скажем, ширину сознания, широту сознания человека. Дело в том, что если у человека сознание пока еще не развито, ему сложно представить, как разные схемы построения вот этих тел могут уживаться друг с другом, не вступая в конфликт. То есть, если мы берем, допустим, построение как матрешка, да, конечно, это правильное построение, потому что тонкие тела больше, чем физическое тело. И физическое тело находится внутри этих тонких тел. Но в то же время можно эти тела представить как самостоятельные единицы. Почему? Потому что, ну, к примеру, я на практику опираюсь. Человек может в практике развивать какое-то конкретное тело, независимо от других тел. И в этом смысле построение будет выстраиваться именно не как взаимосвязь этих тел, не как взаимовзложенность их, а именно как отдельные тела. Но это вот приходит с практическим опытом. И словесно кто-то может сказать, ну, вот он тут что-то говорит, он не понимает, это не так выстроено, именно матрешка, потому что нам наши предки так вот завещали, что матрешка. Я абсолютно согласен с этим. По сравнению матрешка, это правильное и наглядное представление. Но когда вы начинаете практические работать, вы можете столкнуться с тем, что система может и по-другому работать. Мы сложно устроены. И надо понимать, что сложные знания, это как бы система, которая включает в себя более простые системы. И как они будут выстраиваться между собой, это как бы, ну, это множество вариантов. Множество вариантов. И здесь просто, чтобы не сбиться, нужно понимать основы. Вот если человек понимает основы, тогда он может работать с этими, как бы, массивами знаний. Если он не чувствует основы, то есть опора должна быть правильной. Если он не чувствует вот этой опоры, основы, тогда он просто начинает тонуть в этих знаниях. И чтобы спастись, он хватается за какую-то более простую систему и начинает ее отстаивать. Более доступно его понимать. Да, да, да. И начинает фанатично отстаивать вот это. Здесь надо работать, конечно, с собственным сознанием, взращивать его. А чтобы работать с сознанием, кстати говоря, возвращаясь к тому, как представлено, вот, допустим, эфирное тело, если мы формируем центр живота, оно как бы цепляется, и мы можем управлять эфирным телом. Астральное тело представлено, ну, для простоты, через позвоночник. То есть это ось, вот вертикальная ось, мы должны ее включить. Отсюда есть понятие «несломленный дух», да, это вот когда человеку, у которого прямая спина, вот это же наши понятия всеславянские. Вот, опять же, если человек согнулся под тяжестью ассайдерс, говорят, вот, как бы, дух надломился, да, не сдерживал, там, вот, ну, вот. Это как бы простое восприятие астрального тела. Через позвоночник энергетическая ось выстраивается. Но это не значит, что тот, кто ходит с прямой спины, у него оси работают, то есть астральное тело активно. Нет, там нужен механизм включения. Но изначально, конечно, все-таки должна быть прямая осанка. Туда добавляется, к позвоночнику, к астральному телу, добавляются еще различные оси и плоскости. Их вообще 13 осей, вот, и, соответственно, там, вокруг каждой оси плоскости выстраивается. Это как бы, вот, если человек овладевает своим астральным телом, он овладевает пространством вокруг себя. Пока астральное тело не построено таким образом, не работает оно, человек может овладеть только пространством своего эфирного тела. Он может, конечно, его расширить, но это, как бы, все-таки более, как бы сказать так, более простой способ упорядочения пространства. Астральное тело – это на порядок более сложный способ упорядочения пространства. Или, если кому-то слово «сложное» не нравится, можно сказать, более совершенный способ упорядочения пространства. ментальное тело дает еще более совершенные способы порядочного пространства. Когда мы расширяем сознание, это более значимый момент, чем когда расширяется эфирное тело. Но это не значит, что не надо расширять эфирное тело. Но это значит, что не надо останавливаться на простых способах. Надо идти дальше, развиваться поступенчато. Так вот, астральное тело представлено для простоты через позвоночник прямой. То есть, вернее, через ось, которая завязана на прямой позвоночнике. Ментальное тело представлено через развитие центра головы. Нижние тела на этом заканчиваются. Я хочу обратить внимание, что не через развитие мозга, а через развитие центра головы. Если мы возьмем повыше, то, допустим, буддхическое тело, оно уже представлено не в человеческом теле, а в виде сферы, которая над головой находится у человека. Будьхическое тело, прежде всего, служит для связи нижних тел с верхним телом. Если человек не развито, буддхическое тело, то связи этих нет. Что мы видим, кстати говоря, у большинства современных людей, живущих. Они придавлены и живут в том, что называется материалистическая система мировоззрения. То есть, они живут только этим миром, только то, что можно пощупать. Если что-то пощупать нельзя, они уже говорят, что этого нет. Современная наука поступает очень хитро. Она говорит, что все вокруг материально. А если она что-то находит нематериальное, допустим, поля, поле, она тоже приписывает эту материю. Говорит, что это состояние материи. Причем здесь есть такая тонкость. Я вначале давал понятие энергии. И да, действительно, поле это материя другого мира. То есть, вроде как правильно, но при этом же никто об этом не оговаривает, что это полярность и к другому миру. Нет, они говорят, что это тоже относится к нашему миру. Здесь должно быть разгрызненчение четкое, потому что, если мы будем сбиваться с четкого понимания вот этих вещей, то у нас все свалится в одну кучу и получится не по-вечему. Дальше нашутся просто споры. Как вот, допустим, на сегодняшний день идут споры по поводу исторических моментов. И люди никак не могут найти точки соприкосновения, потому что одни отстаивают, допустим, славянскую версию, другие отстаивают атлантическую версию. И надо понимать, что они не смогут найти точки соприкосновения изначально, потому что это было противоборство. Нас завоевывали. Собственно говоря, они не будут уступать своей позиции. Это четко надо понимать. И чтобы переиграть их, не надо скрывать нашу историю. Не надо вот эти все вещи скрывать. Но, с другой стороны, надо понимать, что на уровне исторического приоритета мы не добьемся победы. Надо в комплексе, в целом, в целом надо все вскрывать. И прежде всего надо начинать с духовности. Потому что если мы не осознаем, что такое духовность, о духовности я вначале говорил, что такое, то есть, ну, давайте вот как бы совесть, хотя бы совесть. Нужно иметь совесть. Так вот, если мы не осознаем, что такое совесть, то о чем мы дальше можем говорить? Нашей системы ценностей тогда просто не будет. Будет сплошное вранье, обман, подтасовка. Если есть понятие духовность, тогда мы понимаем, для чего нужно жить по правде. Для чего нельзя совершать плохие поступки. Потому что мы понимаем, что мы иначе не поднимемся в духовные миры. А если нет понятия духовности, тогда непонятно, для чего быть правдивым. Для чего вообще нужна совесть непонятная. Ведь 90-е годы показали, что, допустим, бессовестный Березовский оказался очень эффективным менеджером, который сполотил бабки. Плохо кончил? Да, конечно, плохо кончил. Почему? Потому что акулы побольше съели рыбку по нищу. Вот и все. Но изначально этого видно не было. Он же был успешен в 90-е годы. И на протяжении многих лет он был успешен. И те, кто поступали так же, как он, то есть бессовестно, жили нечестно, отбирали и обманывали. Они оказались... На правую хорошо. Да. Поэтому все-таки начинать надо с духовности. А потом к духовности можно добавлять уже и историю скрывать. То есть быль, так скажем, по-нашему. Все прочее. Но если мы начинаем с духовности, опять же, надо делать упор на воспитание. Потому что если мы неправильно воспитываем, то мы получим те самые гормональные всплески подросткового возраста и непослушание поколения. То, что мы видим сегодня, когда поколение вот этих вот, как их называют, фейсбука, да, твиттера, когда, опираясь на них, используя их в темную, устраивает беспорядки в стране. Непонятно, чего вообще это творится. Здесь не надо даже быть политикой. Нужно просто быть здравомыслящим человеком и понимать, что лежит у вас на ее силу. Не надо выходить и кричать какие-то долги. Нужно начинать с воспитания. Понятно, что все тела так или иначе связаны с человеком через какие-либо центры. Ну, а центр – это не очень понятно современному человеку. Понятие, слово, образ – все оперируют словами «чакра». Ну, большинство. А поскольку для большинства мы сейчас трудимся, пытаемся большинству донести информацию, давай, наверное, как-то это попытаемся увязать. Центры, чакры, тела, как они между собой взаимодействуют. И вот слово «чакра» у нас будет как основа для понимания, понятийная основа. Мы все-таки будем рассматривать чакра как центр или чакральную систему? А вот я хочу как раз и узнать тебя, каким образом то, что дается в мудре, каким образом оно привязано к чакрам? Или вообще не привязано? Или это совершенно не связано между собой? Центры, чакры? Ну, давай сделаем следующее. Все-таки я буду называть центры – центры, чакры – чакрами. Почему? Потому что есть устающееся понятие чакральной системы. И чтобы люди не путались, я буду обозначать это разными словами. Хорошо, тогда надо понять, а центр – это вообще то, что-то другое? Вот чакра отличается? Нет, сейчас я объясню. Вот чакральная система – это то, что нам дано от рождения. Те самые семь чакр или там, сейчас говорят, 16 оконных каналов условия. Значит, ну, давайте вот по-простому. Вот семь чакр, чтобы было всем понятно абсолютно. Это как бы одна система, которая нам дана от рождения. Это система восприятия, на самом деле. Как бы мы ни развивали чакры, они всего лишь дают нам восприятие. Они не дают нам рост. Они просто отражают уровень человека. То есть сколько у человека скрытся чакр? Вот это показатели уровня человека. А не, собственно говоря, то есть если мы будем стараться раскручивать свои чакры высокие, не занимаясь комплексным своим развитием, не развивая свои нижние тела, не выстраивая связь с верхними телами, то мы ничего не добьемся. У некоторых бытует понимание, что вот если мы энергию из нижних чакр начнем направлять в верхние чакры, они у нас скроются, и значит мы разогнемся за счет этого. Ничего подобного. Это показатель уровня человека. Вы не перепрыгнете, никто не сможет прыгнуть выше головы. Надо приступать к этому комплексному, системно подходить к собственному развитию. Чакры, еще раз говорю, это то, что нам дано. Есть центры, которые нам не дано, мы их должны развить. Если мы их развиваем, это получается как бы, мы начинаем взращивать себе силы. Ну, допустим, центр живота, это силы, на которые можно опереться для дальнейшего своего роста. Дальше нужно включить ось. Если мы включаем ось, это уже как бы задействует сострального тела. Вот тогда можно, вот если есть ось, тогда можно говорить уже о развитии более высоких энергий, и тогда вот этими более высокими энергиями можно будет питать более высокие центры, в частности, чакры. Тогда будет меняться восприятие человека. То есть меняется восприятие, меняется мировоззрение. Расширяется сознание, опять меняется мировоззрение. То есть человек начинает в себя вмещать большие системы знаний. Но это объяснить-то не просто отдельные знания, а системы знаний. Потому что изначально люди просто оперируют какими-то знаниями. Дальше, когда человек переходит на более высокий уровень развития, начинают оперируют системами знаний. Системы знаний дают правильное понимание о происходящих процессах. Отдельные знания не могут дать понимание происходящих процессов, они могут дать некие ориентиры человеку в жизни, но процессами человеку в состоянии не владеете. Здесь можно перейти к системе управления. Многие сейчас говорят о системах управления, к ним область. Они говорят, что читайте наши книжки, и вы овладеете системами управления. Ничего подобного. Вы в лучшем случае будете понимать некоторые процессы, но чуть-чуть понимать. Как что-то устроено. Да. Но еще не будете иметь возможности управлять этими процессами. Потому что за управление отвечает центр головы. который надо развивать. Если он не развит, то человек просто не состояние управлять. Как в одном американском фильме. Кстати говоря, к американскому народу я отношусь хорошо, потому что надо понимать, что есть правительители, которые направляют народ, а есть народ, который там очень много светлых, хороших личностей, ну, или сущностей. В этом американском фильме очень правильно было показано, когда один товарищ не мог справиться сам собой, и ему другой говорит, ну, ты, говорит, даже собой не управляешь, а хочешь управлять чем-то внешним. Очень правильная вещь. То есть надо сначала научиться управлять собой. Если человек научился управлять собой, тогда он может управлять какими-то внешними процессами. А если вы просто будете читать книжки, вы не научитесь управлять внешними процессами, потому что у вас просто возможности таких не будет. Возможность дает силы. Силу надо возрастить в себе. А вот, чтобы не крушить все подряд, здесь нужно взращивать в себе чувство божественной любви к окружающему. То есть жизненное начало. У нас было такое понятие вежливость. То есть видание жизненных процессов. Именно жизненных. Не в видении смертных процессов, приводящих к смерти, а в видении процессов, которые продолжают жизнь, улучшают жизнь, поддерживают жизнь. И дарывают жизнь, кстати говоря. Так вот, значит, чтобы вот этим всем управлять, нужно взращивать в себе не чакры, а центры. Другие центры. Например, центр живота. Это первый центр, который нужно взрасти. Вслед за ним взращивается центр грубки. Вслед за ним взращивается центр головы. То есть центр головы, который управляет всеми вот этими вещами, он взращивается в последнюю очередь. Если начать с развития центра головы, то можно получить обратный результат. То есть вместо того, чтобы управлять какими-то процессами, вы потеряете управление даже над собой. Почему? Потому что вскроется... Ну, то есть у большинства ничего не получится на самом деле. И это их счастье. Потому что у того меньшинства, у которого получится, если этот человек еще не человек, а допустим, он относится к понятию люди, а люди управляют центром груди, центром головы, они пока не могут управлять мощными процессами. Так вот, если вот людь вскрывает центр головы, там раскручиваются мощные силы, эти мощные силы порабощают этого человека, что приводит к смерти в течение... ну, просто человек сгорает, ну, не человек, а люди, да, сгорают в течение трех дней. Это вот... Надо соблюдать технику безопасности. И если, опять же, сущность там более низкого уровня развития вскрывает центр груди, не собрав центр живота, еще раз говорю, это сила, это сила. Так вот, то у данной сущности есть где-то год жизни. То есть там процессы, сила начинает раскручиваться неправильным образом, и они просто уничтожают самого носителя этих сил. Поэтому нужно, чтобы была правильная последовательность развития этих сил. То есть фундамент, строительство, стройка идет дальше, стены, потом крыша, а не наоборот. Сначала крыша, непонятно на чем. Да-да-да. Многие годятся за развитием способностей, а способности, они, кстати говоря, большинство чудесных способностей, что это такое? Это всего лишь свойства иных миров. То есть, если сущность развивает какое-то тело, которое не принадлежит этому, ну, какое-то источное тело, которое не принадлежит этому миру, дальше начинает черпать оттуда силу, ну, или энергию, да, приводить ее в этот мир и проявлять ее здесь, то возникают различные вот эти чудесные способности. Но они приводят не к комплексному развитию, а к, так скажем, они приводят в тупик, они приводят к истощению этих тонких тел, если сущность увлекается. Потому что не надо взращивать в себе сверхспособности вот эти. Нужно взращивать основу. А вокруг основы уже будут развиваться сверхспособности. И это будет честный показатель вашего уровня развития. А можно и нечестным путем потянуть. Но в видах об этом сказано, что не надо увлекаться вот этими сверхспособностями, ситхами, не надо увлекаться, не надо в обратных плясах, хлебов об этом говорил. Как наглядный пример, несколько лет назад появилось большое количество людей, которые давали различные курсы по различным сверхспособностям. Бесконтактный бой очень был у нас развив. Кроме того, видимо вскрывали и так далее и тому подобное. Много людей посетили эти курсы. Причем, я думаю, что неоднократно посещали. У меня вопрос где вот эти все сверхразвитые сущности? Куда они исчезли? Где люди? Да, где очень... Да, почему их не видно? Почему они не проявляют себя? На самом деле все очень просто. Чтобы скрыть какие-то сверхспособности преждевременно, нужно откуда-то взять энергетику, которая будет скрывать эти сверхспособности. Это высокочастотная энергия, это очень ценные энергии. Как правило, это энергия божественных мирок. То есть, человек или там сущность вместо того, чтобы взращивать свое духовное тело, она начинает брать из духовного тела в эту энергию и здесь воплощать эту энергетику в виде сверхспособности. Духовное тело обитняется и общий уровень развития данной сущности падает вниз. Как наглядный пример, есть такой фильм «Секрет», уже где-то 10 лет назад уже сняли, в американский, по-моему, где людей призывают к тому, чтобы свои божественные энергии воплощать в свои желания или в свои хотели. Там наглядно показывается следующее, что если вы хотите «велосипед», вы должны в деталях представить этот велосипед, все время думать о нем, тогда вы его получите через целое время. Да, это механизм растраты наших божественных энергий, которые очень тяжело нарабатываются в такую простую вещь, как велосипед. И сущность получает этот велосипед, но понижает свой уровень развития, потому что духовное тело ослабляет. Вот вопрос, нужен этот велосипед или не нужен, если данная сущность понимает вот этот весь механизм. Вот допустим, поскольку я стремлюсь все-таки получить более высокий уровень развития, мне допустим, этот велосипед не нужен. А многие на сегодня таким образом обедняют себя, потому что жизнь свою тратят для того, чтобы купить дорогую машину, слишком дорогую машину, все силы в это вкладывают. И остается вот этот человек, потративший свои силы, с этой дорогой машиной. То есть желают о материальном достатке, в конечном итоге тратят силы на него, а на выходе ничего нет. Потому что материальность, любая материальная достатка, он всегда разрушен в этом мире. Сейчас он есть, завтра его нет, а потом поизменилась мода, а машина уже не модная, да уже подгнила и зачем ты не мечтал. А что дальше? Хорошо. Акстанин, кстати говоря, думает о бессмертии. Как до бессмертия достичь? Да. Да ты все свои силы подкатил. А силы машину. Да, Хорошо. Итак, получается, что центры это некие места силы в человеке, которые нужно взращивать. Нужно накапливать энергию, упорядочивать, уметь с ней работать. И каждый центр он для какого-то определенного вида энергии предназначен. То есть здесь один уровень энергии выстроили, каркас построили, как говорили, фундамент есть, переходим в следующий, опять накапливаем энергию, не забывая про это, поддерживаем в порядке, дальше идет этот и так далее. С этим понятно. Очень часто на занятиях и вообще в лекциях ты употребляешь какие-то такие слова, вот уровень вот этот, вот уровень вот этот, уровень сердечный, первый, второй, третий, десятый, шестой, седьмой уровень и так далее. Давайте поговорим вот об этом. Что же такое за хитрые уровни и насколько они постижимы, насколько они достижимы простым человеком? Может быть не всем суждено, например, постигнуть пятый или шестой уровень, находясь в нашем мире, а может быть наоборот всем, от первого до седьмого только бы было желаниях. В принципе, если мы будем рассматривать конкретные воплощения, то, конечно, не всем все доступно. Это понятно. Но, если человек рассматривает себя не с позиции того, что он живет здесь и сейчас, а с позиции того, что он космическая сущность, которая имеет большое количество воплощений, то здесь надо видеть вот эту общую картину и надо понимать, что хочешь ты в итоге все-таки достичь высокого уровня развития. Или ты считаешь, что я родился таким и недоступен какой-то ограниченный имитэнергию, то я на нем и останусь. Ничего мне больше не надо. Это выборы данной сущности. То есть, человек, даже если в этой жизни, в конкретной вот этой жизни, у него по каким-то причинам перекрыт уровень подъема вот сюда, он во всяком случае может подготавливать в этой жизни некую основу, чтобы потом в новом воплощении он мог быстренько ее достигнуть и уже исходя из новых возможностей и предназначения уже раскручивать, развивать новый какой-то уровень. Вот этот уровень, это что такое? Давай поясним. Потому что слово уровень звучит примерно так же, как чакра или как центр. С чакрами центрально разобрались. Что же такое уровень? Ну, очень наглядно в интернете показывают вот это понятие уровней. Ролик, который называется «Реакция сахарного песка на звук». То есть, там насыпают сахарный песок на такую поверхность, на поверхность, которая подключена к динамике, к динамике, в общем-то, к устройству, которое меняет частоту. И снизу, вверх, лукали. И дальше, если посмотреть этот ролик, то мы увидим, что на более мистических частотах выстраивается, во-первых, там всегда выстраивается правильный рисунок. То есть, какие-то симметричные там, да, во-первых, там рисуются фигуры. Но дальше мы можем наблюдать, что чем выше частота звуковая, тем более сложные фигуры выстраивают. более интересные. Да, более интересный орнамент вот этот выстраивается. Вот, это наглядный показатель упорядочивания пространства, то, про что я говорил. То есть, на низких частотах мы имеем простой способ упорядочивания пространства, на высоких мы имеем высокий упорядочивание пространства. И переход от одного рисунка от более простого к более сложному это и есть переход с одного уровня на другой. Еще раз говорю, ролик, посмотрите, там все это наглядно, чтобы было понятно. Если мы хотим более сложно представить эту картину, все-таки надо развивать в себе центры, потому что на более простых уровнях развития, условно говоря, если у человека нет связи с душой, то объяснить ему, что такое душа невозможно. Если у человека есть связь с душой, то ему даже объяснение не надо, ему надо не раз почувствовать. И все становится на места. Я видел, как, к примеру, в интернете одна женщина ввела семена по душе, то есть она объясняла другим женщинам, что такое душа, а у самой у нее душа, значит, она есть, но она не развита. И главное, что у этой женщины нет связи с этой душой. Все у нее у самой нет связи с душой, а она объясняет другим, что такое душа. При этом мне было интересно все-таки, а что же она подразумевает под этим понятием. Я посмотрел, у нее связь с астральным телом, а она свое астральное тело считает душой. Вот это наглядный показатель того, как на сегодня в интернете представлены все знания, которые называются эзотерическими и прочее. И она пытается донести людям свои представления, и люди это берут за чистую монету, принимают, и так же пытаются связать с каким-либо из тел, вместо того, чтобы напрямую работать с своим высшим я. Ну, конечно. Причем, самое интересное, ведь к ней могут прийти не только те, кто, скажем, меньше развита, чем она, но к ней могут прийти и те, кто выше развита, чем она. Просто они не знают о своем развитии, они не знают о развитии каких-то своих мужчин. Некоторые могут не понимать даже, что у них есть связь с душой. И медвежье соло будет появиться так, когда для них? Ну, да. У тебя вот тут полет, а мы тебя вот сюда отпускаем, потому что надо вот так. Да, и здесь уже на сегодняшний день есть такое понятие авторитетности. То есть, поскольку у людей нет понимания общей картины вот этой всей, да, вот. То есть, люди непросвещены, чтобы просвещение, просвещение, это когда в идее есть знание о всем мироздании. Не только о темной стране, но и о светлой, отсюда и памяти о просвещении. Поскольку на сегодняшний день вот этот весь пласт закрыт, о божественных мирах вообще мало представления, о духовных божественных мирах, о светлых мирах тоже очень мало что представлено, хотя о светлых все-таки побольше. То вот люди даже не понимают, на что ориентироваться. И они начинают ориентироваться на авторитетность. Авторитетность на сегодняшний день это либо большое количество роликов в интернете, под которыми там большое количество положительных отзывов, но здесь нет гарантии никаких. И дальше могут задать, а где гарантия, что то, что я говорю, является правдивым знанием? Гарантии, вы понимаете, гарантии не в ком-то, гарантии внутри вас. Вы должны торгиться над собой, развиваться. И в этом случае у вас будут появляться какие-то гарантии. После 20 просвещения людям приходится ориентироваться на авторитетность тех или иных источников. А, собственно говоря, определяется, какой уровень знания человеку открывается в этой жизни, то есть к кому он попадает из наставников, так скажем, да. Это все определяется кармической ситуацией, которая у человека присутствует, то есть какая нагрузка. А кармическая ситуация определяется уровнем наработанной благости, то есть по сути души. То есть насколько человек великодушный, насколько он великодушно поступает в жизни, то есть насколько он добра в этот мир приносит. Если человек много добра приносит, то тогда индусы называют это благоприятной кармой человека, то есть благости у человека много. Тогда жизнь начинает играть в пользу этого человека. Она ему помогает, она ему находит людей, знающих, которые направят его в нужном направлении, как-то еще помогает жизнь ему, потому что человек сам в этот мир приносит добро. Вот давайте теперь поговорим о том, с какой планочки необходимо сейчас смотреть на мир, на каком уровне находиться, минимальном хотя бы. То есть что это? Живот, где-то броня солнечной, где-то сердце, или чуть уже повыше. Чтобы здесь себя не просто бы ощущать, а чтобы в этом мире уже быть человеком, который хорошо себя может правильно в этом мире проявлять и нарабатывать то, что стало, ты говоришь, благостно, вот эту карму на дальнейшем. Но здесь надо понимать, что, ну если у человека не разу это сердечная чакра, то он не сможет ее раскрыть в какой-то обозримый срок, так скажем, самостоятельно. То есть это надо попадать в какие-то группы, и человек будет находиться в поле высоких энергий, соответствующих сердечной чакрами, например, или более высоких. И дальше, чтобы люди, которые понимают, какие-то механизмы правильно вскрывают, помогли ему вскрыть это все, тогда это все ускоряет развитие. Мы, собственно говоря, этим занимаемся. Но все равно разные люди имеют изначально разный, так скажем, стартовый уровень. Поэтому у кого-то, кто к нам попадает, очень быстро это вскрывается, а у других там помедленнее. Кто-то, может быть, за всю жизнь не вскроет, но у него по итогам жизни возникнет понимание, в каком направлении идти в следующей жизни. То есть доработка, которая потом уже перейдет в что-то такое уже более серьезное в следующей жизни. Он здесь дорабатывал-дорабатывал, но и достиг уровня, но объем, силы накоплено. Это то, что я называю бессмертные наработки. Это не значит, что они неразрушимы вообще, как бы, вечно живут. Но это значит, что они переходят из одной жизни человека в другую жизнь. Он переносит с собой эти наработки. Допустим, машину он перенести не сможет. Внутриарный недостаток перенести не сможет. А вот эти вещи, которые соответствуют, допустим, сердечной чакре, это все переносятся уже из жизни в жизнь. Астральные наработки тоже переносятся. Эфирные не совсем. Надо смотреть по частоте, какого уровня. А вот, допустим, вот эти низменные все вещи, не только материальные, но и низменные желания и все прочее, это если и переносится, то только в виде негативной кармы. И к бессмертным наработкам это нельзя отнести. Это наоборот к бессмертным недоработкам. Недоработки, да. Недоработки, да, которые придется дорабатывать в дальнейшем. Поэтому все-таки надо обращать внимание на то, что мы можем перенести. Возвращаясь к моему вопросу, Дело в том, что нельзя рассматривать отдельную сущность космическую. Ну, как бы, сущность в отдельности от мира, в котором мы живем. Мир противопоевает изменения. Вот, к примеру, 16-й год, это последний год разделения. И здесь надо понимать, что есть сущности, которые пойдут в темные миры. Ну, у них такое предназначение. Бессмысленно тащить все это в миры, потому что у них предназначение идти в темные миры. Это, как правило, сущности, у которых главенствуют нижние центры. Ну, это вот, если по чакрам брать, три нижних чакры, чтобы было понимание. Либо сущность демонического порядка, у которых главенствует центр головы и уже разум, но он опирается не на сердечную чакру, а опирается на три нижних чакры. То есть, удовлетворение своих потребностей. Ну, не потребностей, а хотений. Удовлетворение своих хотений. Вот те сущности, которые идут таким путем, собственно говоря, бессмысленно с ними бороться, не надо в них силы вкладывать, если абсолютно четко видно, что у них такое предназначение, все они идут своим путем. А те сущности, у которых есть возможность перейти в светлые миры, вот с этими сущностями надо как раз работать, чтобы они понимали. И не просто понимали, а как бы чувствовали, по-настоящему почувствовали, что такое светлые энергии, что такое душа, что такое верхнее тело, что такое духовность. Есть сущности, которые заделись уже с этим пониманием, с этими наработками, и их в этом убеждать даже не надо. Они и говорят на том языке. Отсюда, кстати, наше старое название, понятие сословия. То есть когда люди сословят друг друга. И все это тоже, кстати говоря, сословия, они же естественным образом были изначально, потому что мы же не рождаемся равными, потому что у одного больше воплощения, у другого меньше воплощения, у другого меньше воплощения. Мы просто должны жить в системе взаимного уважения. А неравенство, оно изначально у нас заложено, но нельзя, как в нашей системе ценностей, к примеру, человек более развитый, он старается помочь тому, кто менее развит в развитии. А вот, допустим, в западной цивилизации, а вот у них по-другому, а у них принято по-другому. Как Трехлибов говорил про закон курятника, то есть если кто-то владеет какой-то силой, если кто-то владеет какими-то знаниями, он никаким образом не будет этим делиться с тем, кто этим не владеет. Почему? Потому что он сможет паразитировать на этой сущности, менее развитой, за счет того, что у него есть сила, а у него есть сущность. Починить себе, управлять и за счет этого встреча, то, что ему нет. По сути, паразитизм. Допустим, у нас есть понятие капитализм. Давайте на русский язык переведем. Дело не с капиталем. Это паразитизм. Это все узаконено. Причем в конах этого быть не может. Это именно в законах. Хорошо. Есть такое понятие, которое часто управляешь, светлые и темные. Вот бывает уровень четвертый или пятый, но почему-то говоришь темный. Или уровень четвертый или пятый, но вдруг говоришь светлый. Во-первых, что такое уровень, может быть, пятый темный, и как определить, темный или светлый. Вот ты приводишь на фамилию. Вот это тот пятый уровень, он очень эксцентричен, но это светлый. А вот это пятый уровень, он вроде бы спокойный, вроде бы доброта такая, добрая поступки, поступки делать с виду, но это темный. Вот давай поговорим, что значит разделить на темных и светлых здесь, хотя уровень пятый, может быть, или шестой. И как определить? Как определить? Определить это можно только, если у вас есть практический опыт. Это надо развивать свои центры, видение развивать. Но еще раз говорю, что не надо развивать отдельное видение какое-то, потому что огромное количество видящих, которые рассказывают про эти свои картинки, не имея, не пройдя через систему просвещения, то есть не имея всех знаний об устройстве мира сгорания, о том, по каким принципам взаимодействуют между собой вот эти разные миры, разные плотности энергетические, видящие начинают нести какую-то ахимию. Ну, многие. Ну, честно скажу, такие глупости говорят, какие-то сказки просто рассказывают. Причем сами в них верят и стараются, чтобы в них убедить, чтобы они тоже поверили и пошли по этой технологии. Ну, красивые же сказки-то. Да. Вот. К сожалению, это все не идет к развитию человека. Поэтому надо развиваться, как бы, изначально опираясь на собственную основу. Если этой основы нет, ее надо наработать. Вот. Если она уже наработана, надо развивать эту основу. А к основе уже приложатся и все вот эти способности. И со временем научитесь и видеть, и различать это все. С этим понятно. Теперь давай разберемся все-таки уровень темный. Вот пятый уровень, да? Ну, вот темный. Или пятый уровень, но он светлый. Как пятый уровень может быть темным? Многим, наверное, это будет непонятно сейчас. На самом деле, ну, пятый уровень, он не может быть темным. Но тут надо, вот как бы, я просто это вижу, поэтому я различаю, и я на основании того, что я различаю… Ну, мы просто хотим же донести до наших зрителей, о чем мы говорили. Сейчас я поясню, да. Значит, есть базовый уровень сущности космической, а есть тот уровень, на котором она оказалась в этом воплощении. Ну, по какой-то причине. Затем менялось, допустим, да? Как правило, вот именно… Либо бывает более развитая оказалась в этом воплощении. Это значит, что она уже трудится. Эта сущность осознанно трудится над собой. Есть такие, которые перешагнули через свой уровень изначально, и это правильно. Но таких в меньшинстве. Большинство, наоборот, понизили свой уровень. Значит, откуда вообще берется понятие светлое и темлое? Ну, на самом деле это берется из, так скажем, двух древних таких понятий, как и Перболея и Атлантида. Значит, собственно говоря, Атлантиды – это те же дети богов, как и Перболея, которые в свое время отделились и решили жить своим уставом, так скажем. То есть, они открылись на силовой уровень, на силу, собственно, которую стали взращивать, и отказались от божественных миру. То есть, они сказали следующим образом, что, а зачем нам куда-то стремиться, когда мы здесь во Вселенной, внутри Вселенной, может быть, сами себе будет. На самом деле, это демонический путь. То есть, они становились не богами, а демонами. Вот. И, собственно говоря, отсюда конфликт произошел между Атлантидой и Перболеей. Перболея стояла на нашей системе ценностей божественной. Вот. Атланты, опирались на силу и в дальнейшем на Атлантид. Ну, там была примесь серых сущностей, которые им учили еще жить обману. Вот. Значит, ввиду того, что Атланты не взращивали в себе благость, обращивали только силу, они затемнялись. А дикерборейцы остались детьми богов, они остались благостными и светлыми. Свет дает, собственно говоря, благость. Благость – это, по сути, свет, божественный свет. Вот. Есть еще божественный огонь, но огни – это сила уже. Свет, он бывает без силы. В нем силы нет, в нем есть просто свет. То есть, ну, как вы, включили фонарь в темном помещении, и все вокруг изменилось, пространство изменилось. Не только восприятие, а на самом деле, собственно, пространство изменилось. Вот, как бы, вот эти понятия. Теперь, значит, на что еще нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на то, что на сегодняшний день, ввиду сложной обстановки, то есть вот этого разделения, которое в частном году идет, кто в какие миры уходит, да, ввиду вот этого разделения надо учитывать, что есть темные сущности, которые идут в свет на сегодняшний день, и нам с ними по пути. У нас с ними одна и та же система ценностей. Есть светлые сущности, которые идут в тему. И нам с ними не по пути, у нас разные системы ценностей. Несмотря на то, что они вот светлые, дети богов, и у нас вот внутренне мы чувствуем свое росток, а как бы мы по пути с ними, мы в разные стороны идем, и разные действия предпринимаем, разные задачи перед собой Вот это надо учитывать, здесь не должно быть какого-то понятия, а вот если темный, то на нем печать наложена, нет ничего подобного. Из опыта нашей группы могу сказать, что к нам приходят сущности, которые затемнены изначально, и они на протяжении лет каких-то занятий осветляются. Это, конечно, длительный процесс, но это выбор данной сущности. В нашей группе есть возможность осветлиться, и действительно это происходит. Понятно. То, что ты говоришь, когда это надо чувствовать, это надо развиваться, это надо заниматься для того, чтобы это чувство проявилось, а не просто видением картинок заниматься красиво, то, наверное, нашим зрителям будет не совсем понятно. С одной стороны ты говоришь, что без развития это все не понять, а с другой стороны ты постоянно говоришь об этом, что вот есть такие, есть такие. Наверное, тяжеловато будет сейчас разобраться, а как вообще понимать, по пути с ним или не по пути. – Да. – Или только один вариант – приходите в мудро.ру, занимайтесь, и через лет десять, вполне возможно, ты скажешь, дружище, с тобой нам по пути, правильной дорогой идите товарищи. Или скажешь, о, а с этим товарищем – нет, у нас совсем не товарищ. – Нет, ну зачем же только к нам приходить? – Какие-то есть просто показатели. Вот человек живет, он развивается. И вдруг захотелось ему наконец-то стать человеком. И вот он открывает справочник какой-то, или в интернете что-то нашел, или по телевизору что-то увидел, и там сидит такой прекрасный человек, прям, ну вот, глаза сияют, говорит, приходите к нам, вы все поймете, вы все увидите, мы вас научим. Как понять – обман, не обман, светлые, темные, темные с которым по пути, светлые с которым не по пути. Есть какие-то практические указания, обрати товарищ внимание вот на это, дружу, посмотри вот сюда, и все тебе будет понятно. – К сожалению, нет возможности упростить знания, ну, то есть, сущность на низком уровне, находясь на низком уровне развития, не может овладеть знания в более высокую порядку. – То есть, она подвержена будет плутанию все равно, если не войдет в правильный коллектив, правильному учителю, мастеру, тот, который поможет ей раздвигать. – Нет, если не обязательно приходить, если есть возможность у кого-то настроиться на сущности высокого порядка, то можно самостоятельно. – Как? – Опять, надо же сначала, чтобы настраиваться, необходимо было прийти к тому, с кем настраиваться, или как-то напасть на его след, почувствовать. – Я же говорю, что здесь все руководствуется, ну, вот это, как бы, попадание куда-либо, оно определяется кармической ситуацией человека. То есть, насколько он был благостен, насколько он благостен на работе. Если у него вот добра много, он в мир приносил, причем, как правило, там не одно воплощение приносит, а много приносит. Воплощение подряд приносит добро людям, фактически жертвует чем-то своим. Вот. Тогда мироздание начинает помогать этой сущности, ее уводит на какие-то истинные знания. – Это понятно. Но получается тогда следующее, что если человек сейчас хочет развиваться, но там у него стоит несколько жизней, делать накосячил, если говорить простыми словами, в этом случае прыгай здесь не прыгай, ни Марат тебе не поможет, ни кто-то еще другой не поможет. Может, что заслужил, то заслужил, и после шестнадцатого года у тебя дорожка уже вот эта, шлагба уже поднят, волшебный пендаль наготовик. – Да, мир устроен, вот с этой позиции мир устроен достаточно строительство. Я сейчас объясню, дело в том, что те, кто идет путем духовного развития, они устраивают в себе сразу дорогу к Божественному миру, а вот те, кто не идет этим путем, те, собственно говоря, останутся на Вселенной и будут обслуживающим персоналом этой Вселенной. Почему? Потому что Вселенная тоже живет, она тоже хочет развиваться. Вселенной, собственно говоря, две возможности. Либо она исчерпает все внутренние ресурсы свои энергетические, и склопнется, то есть исчезнет, да, изничтожится, вот. Либо она станет светлым миром. Именно поэтому она сейчас все время жрет, у нее все время ресурсов не хватает, причем потому что она растет. Ну, о чем я говорю, что она расширяется? Ну, мало расширяется, ей нужно зажечь внутри собственный огонь. До этого нужно собрать колоссальные силы внутри себя, вот, а силы приносим мы. Мы приходим сюда на учение, мы здесь обучаемся, за это расположиваемся частью своей силы. Мы отдаем силы во Вселенной. Вселенная должна накопить эти силы и взрастить внутри себя центры энергетические, да, мощные, силовые, да, и дальше за счет этих сил зажившим триаграм. И тогда она станет светлым миром продолжить свое существование. В противном случае она расширяется и изничтожится. Вот и все. И с этой позиции справедливые ваши те, кто живут по законам Вселенной, а не по законам Божественных Невок, не по конам Божественных Невок, да, вот, те останутся внутри Вселенной обслуживающим персоналом. Это все справедливо. Ну, давай так, мы сейчас запугали наших зрителей. Кого не пугаем? Мы сейчас запугали наших зрителей тем, что сказали, нет у вас, друзья, выхода никакого. Если там косячили, то получаете здесь раскладов. Но все-таки, может быть, есть какой-нибудь такой, ну, для блатных, для своих, выход, ну, очень хочет человек, ну, очень хочет светлый мир, но там косячок есть. Может быть, как-то за годик-два есть все-таки возможность уцепиться за поручень уходящего поезда и въехать в светлый мир? В светлый мир нужно въехать только опираясь на абсолютно, как бы, ну, на совесть. На достоинство, на честь, на святость. Только на это. Больше, ну, на самом деле нет, это в божественном, в духовном. В светлый мир можно уехать просто на сердечный чадрик. То есть развивайте чувство любви, развивайте любовь ко всеми, не только к себе, но и ко всем окружающим. Любите этот мир, любите любви, приносите добро. Ну, все равно через это. Тогда попадете в светлый мир, внутри вселенной. Ну, там уже с вами будут поступать по закону любви. Почему? Потому что вы и с окружающими поступаете по закону любви. Ну, что здесь спасел, там то и по… Да. Ну, или можно уже даже сказать по кону любви. Да, по кону любви. Ну, вот здесь самое интересное, есть такой фильм «Морозка» называется. Помнишь, старый, хороший, добрый фильм. Тогда «Медвежья голова» там ему выросла. Он все там любовался собой, такой нарцисс ходил, любовался. Конечно, в итоге у него «Медвежья голова» выросла, когда он там обидел лесовичка этого, мухоморчика. Ну вот, «Медвежья голова» выросла, и он встретил этого лесовичка. Он говорит, «Что делать-то?» «Добрые дела делай, чего?» И он говорит, «Кому добрые дела сделать?» За всеми бегал там. «Давай, я тебе добрый». Все от него раздвигаются. Вот бегает такой «Монстр», да, с «Медвежьей головой». Он всем доброе делал. И вот, как бы сейчас у нас многие люди, не наслушавшись наших умных речей с тобой, вдруг сказали, «Все, хочу доброе дело делать». Я же не хочу в «Темный мир». А в «Темный мир» там или пекло, или там еще чего-нибудь, или чистилище, или планктон для восполнения энергии, или обслуга. Там небольшой выбор в этом отношении, да. Или уголек, или тот этот уголек кидает. Ну, что здесь происходит сейчас в этом мире? Или ты наверху, или… Вот. А захотят они все-таки туда попасть, хотя карма давит, хотя предписание есть, но ты сказал, что они все-таки безысходности, в общем-то, как у них все равно есть какой-то шанс. И вот они сейчас начнут бегать всем добрые дела творить. Что им можно сказать? Нужно ли прямо так реально сейчас кидаться творить умные, добрые дела? Или как-то здесь доброта должна быть чем-то ограничена, и не выходить за рамки здравомыслия или чего-то еще? Ну, конечно, лучше не выходить за рамки здравомыслия. Но если у человека здравомыслием не наработали, то он этих рамок не видит, он не понимает этого. Опять же говорю, все очень справедливо устроено. У человека есть уровень развития, но он только сообразно со своим уровнем развития и может поступать. Ну, просто надо с чего-то начать все-таки. Если хотите в световом мире, то начните в мире творить все-таки добрые дела. Аккуратно. С чего? Потому что в буддизме, например, все очень просто. Пришел в монастырь, сел и с утра сидишь, медитируешь, поешь молитвы, мантры, еще что-то. На обед сходили, опять сел, потом чем-то занимались и так далее. Вот у них там двадцать лет, но у нас-то уже шестнадцатый год, остается совсем чуть-чуть до ничего. Надо понимать, что буддизм, но я, может быть, не был в каких-то очень серьезных монастырях на Тибете, но из моего знакомства с буддизмом я хочу сказать, что там они все-таки в основном работают с астральным планом. Единственное, то есть они не работают с духовными мирами. Они туда не имеют вероятность. Не в реан, то есть не получается не то. Нет, они все-таки отрабатывают кармические вещи за счет того, что они чистят астральное пространство. Ну, долго. Ну, конечно, долго. Хорошо, буддизм на своем покое. Христианство, есть монастыри. Может быть, постриг или монастырь, прямая дорога, и там давай молиться своими днями, пой. Ну, там тоже духовности нет. А что ж там? Ну, в лучшем случае можно попасть в какие-то светлые миры внутри Вселенной. Это в лучшем случае. Почему? Потому что, ну, давайте возьмем даже вот ту же Библию. Там же написано, что будешь хорошо себя вести, попадешь в рай. Будешь плохо себя вести, попадешь в ад. Ну, в ад это как бы славянам все это пришли попасть, это надо очень что-то там накосячить. Вот. Ну, в чистилище, да, очень многие бывают в чистилище. Но давайте мы пока не вниз, рассмотрим, а вверх. Да, вверх пойдем. Они верхнюю планку ставят это рай. Рай, по сути своей, это светлые миры внутри Вселенной. Это не духовные миры. Почему? Потому что они говорят, вот в раю все хорошо, будете там, как бабочки поркать, у вас все будет, будете там отдыхать. На самом деле, духовные миры там трудятся точно так же, как здесь. Вот надо дружинникам быть, созидателям. Тогда вы будете претендовать на духовные миры и божественные миры. Потому что там те же самые должности, вот в божественной иерархии. Это что такое? Это система должностных обязательств, с которой сущность, состояние, то есть сущность может трудиться и исполнять эти должностные обязательства. Например, боги ответственны за определенные локальные пространства. Вот если человек не в состоянии управлять локальным пространством, ас уже может каким-то пространством управлять, а бог, еще маленький, а бог может управлять большими пространствами. Например, если человек позволит божественные обязанности, он просто падает сразу же. Ну, моментально. Не атланты. Не удержит небо. Атланты держат небо. А на самом деле нам, кроме того, что небо держать славянам, нужно ориентироваться на небеса. А атланты, да, дело атлантов держать небо. А у нас небо – это всего лишь один из заветов держать небо. Вот как бы это христианство. Если вы хотите загнать себя в рамки религий, загоняйте, но надо понимать, что в религиях отсутствует взращивание сознания. Если вы не взращиваете сознание, вы не попадете в божественный мир. То есть, по-твоему, что-то там упрощено, отсечено. И несколько все-таки для людей, которые уже совсем до такого уровня дошли, что не могут развиться. Вот прими, как оно есть. Дальше тебе не надо. Получается так, да, религия строится? Вот есть догмы, есть отсечение чего-то. То есть, не цельный мир, невозможность куда-то двигаться дальше. А вот уровень какой-то, предел и дальше в иерархическая ступень. Да, сектор. И вот, кстати говоря, я считаю, что слово «секта» произошло от слова «сектор». Ну или, так скажем, они созвучные слова и по смыслу похожи. То есть, когда вам отсекают общее знание, а выдают какой-то сектор за понимание, что вот этот шор поставил. Вот это и есть сектор. Но вообще надо понимать, что религия – это же просто система управления обществом. И если мы посмотрим, ну, к примеру, там, на библейских заповедях, они же все написаны на уровне морали. Уровень морали – это уровень законов. А я уже говорил, что нормальная, развитая сушка с разумным, да, ну, допустим, человек. Ему законы каковы? Законы не нужны, потому что он опирается на нравственность. Нравственность – это нравы. Нравы – это то, что принято в обществе. И если общество развитое, оно будет свои нравы выстраивать из понятий любви и мудрости, а не из понятий изменных хотений каких-то. То есть вот это уровень религии. Если они прописали свои нормы поведения на уровне морали, ну, вот сами подумайте вообще о чем это. Ну, здесь надо еще, наверное, упомянуть, что большинство людей, которые себя причисляют к свету, которые серьезно хотят развиваться, те, которые идут в какую-либо религию, да, то есть ни в коем случае, наверное, мы не хотим сказать, что религия – что-то плохое, просто это есть и есть. Вот надо ее рассматривать, как она есть. Да, и большинство людей, поскольку не имеют для сравнения чего-либо другого, они выхватывают то, что есть. Вот, скажем, вот есть кружечка такая, вот есть кружечка такая – что ты выбираешь? А ему не говорят, что здесь, оказывается, есть еще другой большой выбор – кружечек, чашечек там, чашечек и всего остального. И вот их расстанавливают на чем-то, или вот это, или вот это, то есть плохое или хорошее, хорошее или плохое, красненькое или зелененькое, грубо говоря, да, черненькое или беленькое. Вот это принцип подачи современных средств массовой информации, которые так или иначе средствами управления являются, как я сказал, религия тоже к средствам управления относится, да, где идет манипуляция – отсекли что-то и дают что-то упрощенное. И человек, не ведая о том, что что-то есть более серьезное, пытается выбрать из чего-то, но при этом он не погружается в изучение этих религий. Потому что, когда встречаешься с религиозными людьми, которые в себя относят к какой-то религии, начинаешь задать вопросы – а вот в религии вот в этой что? И он начинает говорить и затык, дальше он не знает. А почему не знает? Потому что он не изучал. Он просто то, что называется на доверии, не на вере, а на доверии. То есть ему сказал батюшка или муфти, или кто-то еще, о том, что вот это так. И он доверился, он не взял в руки ни Коран, ни Библию, ни что-то еще, не стал ее изучать. А он просто доверился. Следующий вопрос. А вот это как? Аналогичная ситуация. То есть человек отпирается на сказанное кем-то, но не на то, что есть на самом деле. И получается, что когда доходит до того, а для кого рай, если уж мы рай затронули, то в принципе там написано, что в рай могут попасть кто? 144 тысячи только иудеев, где 12 колен, по 12 тысяч. Причем это должны быть только девственники, естественно, мужчины. И когда многие начинают задумываться, если я не девственник, или вообще не мужчина, или я к коленам в Израиле никакого отношения не имею, как тогда я в рай попаду? И вот эти моменты, они начинают когда скрываться, перед человеком появляется стопор еще больше. Потому что у него был выбор или религия, или атеизм, то есть бесовщина, грубо говоря. И ничего другого нет. И он стоит перед выбором тогда, а что мне делать, как мне вообще жить? Вы у меня отняли ту основу, ради которой я существовал. То есть в рай не упаду. Живу какими-то догмами, которые к другому народу относятся, специалисты для другого и так далее. Вот что тут можно посоветовать человеку? Что получается? Вот такие вот умные дяди, как ты или кто-то другой, может быть я в чем-то. Мы что, отнимаем ту святую веру и мешаем человеку развиваться и жить? Не надо ни у кого ничего отнимать. Я же говорю, что если человек хочет жить какими-то религиозными вещами, ну ты же… Альтернативу какую-то ты можешь предложить? Вот сказали, что религия для нас не совсем подходит, или совсем не подходит. Подходит для узкого круга лиц. А альтернатива тогда чем заниматься? Что изучать? Куда двигаться? Что прийти в какие-то практики эзотерические, начать медитировать, или там йогой заниматься, или чем-то еще. Или что-то есть более комплексное, наше. Вот то, что подходит, где есть и божественное, где есть и практики, и духовные, и многое-много чего другое. Ну, еще раз, прежде всего надо принять нашу систему ценностей. Если человеку она близка, конечно. Наша это какая? Давай еще раз. Это духовность. Еще раз говорю, прежде всего, совесть. Жить по совести. Честь. Это, собственно говоря, и правдивость, и ответственность. А Бог тогда где? Ну, подожди, при чем тут Бог? Давай вот начнем с себя любимого. Ну, я поговорю же про религию, а там Бог присутствует, это слово. Ну, при чем тут религия? Вот те, кто выбирает религию, пусть они… Нет, мы сказали, вот дали людям разобраться, что некоторые религии, например, не для определенного уровня людей. Или, наоборот, только для определенного уровня людей, да? А человек чувствует, что я вот как-то уже наелся этого, я почувствовал, что я уже это перерос, но мне с Богом-то прощаться не хочется, я же себя чувствую божественным. И в религию есть Бог, основа Бог, Его заветы, знания, учения и так далее. Ты сейчас говоришь про совесть, про честь. А Бог где? Ну, все очень просто. Вот, если у нас есть такие понятия, как совесть, честь, достоинство, святость… Дальше, исходя из этих понятий, мы можем судить о Богах. Например, возьмем, значит, мусульманство, так как всегда, ислам. Смотрим, значит, на главный праздник у них осуществляется жертвоприношение. Там режут животных, ну, в основном баранов там… Ну, кто побогаче быков, кто побоге там верблюдов… Ну, верблюды такие, да, что поменьше… То есть, осуществляется кровавое жертвоприношение. Они жертвоприношение осуществляют своему Богу. То есть, это Бог, который требует кровавого жертвоприношения. Дальше, если мы опираемся на нашу систему ценностей, начинаем задумываться, что это за Бог, который требует кровавого жертвоприношения. Может, это и не Бог вообще. Надо понять. Вообще, если человек опирается на совесть, он должен понимать, что нельзя приносить в жертву что-либо, что не принадлежит тебе. Например, чужая жизнь. В том числе, некоторые вот сейчас вот обряды славянских правоприд начинают траву вырвать бездумно, траву не приносят на жертвы. Цветы, да, на цветы… Поймите, цветы родились не ради того, чтобы бросили их на жертвы. Они не ваши. Ну, хорошо. А что тогда твое? Ведь в современном обществе, вплоть до того, что человека сейчас можно купить, раба, вот мы говорим. Покупать что угодно. Деньги есть, и вы купили. Еще раз говорю, если мы опираемся на нашу систему ценностей, мы должны понимать, что это все нам чуждо. Еще раз говорю, если человек живет по совести, ну, как он будет другую жизнь, порабощать, покупать, продавать и так далее. Жертву можно приносить только то, что ты сам наработаешь, то, что тебе принадлежит. То есть, это своя благость прежде всего, да? Добро, которое ты приносишь. Ну, вот, допустим, вот есть такое понятие – молодушный человек. То есть, ты видишь, проходишь мимо человека, видишь, что ему нужна помощь, понимаешь, что ты ему можешь помочь, берешь и не помогаешь, молодушничаешь. Так вот, человек видит, что он может помочь, проходит мимо человека, видит, что он может помочь и не помогает. То есть, он молодушничает. И получается, душа у него от этого уменьшается. Почему молодуши? Потому что, как бы, так поступают только те, у кого маленькая душа. Если человек все время так будет поступать, то душа у него будет уменьшаться. Получается, что он не помог другому, и свою душу убивает таким образом. А вот если он приносит добро, то есть, ну, конечно, в этом мире он пожертвует деньгами, либо временем, участием своим, поможет человеку, он этим пожертвует, добро привнесет в мир, то он и этому человеку поможет, и свою душу начнет взращивать. Кстати, говоря про Пятое измерение, допустим, Светлые миры, там вот есть такой принцип, что там на самом деле благости в избытке, и сущности не знают, кому-то помочь, очень хотят кому-то помочь, и они носятся в поисках, кому-то помочь. И когда они находят сущность, которой нужна помощь, они помогают, бескорыстно помогают, и дальше они очень благодарны этой сущности, что они нашли кого-то, кому можно помочь. Вот отсюда, кстати говоря, у нас вот эти чувства, такие вот, что мы хотим кому-то помочь, и очень благодарны, то есть, сами очень радуемся от того, что кому-то помогли. Вот это как раз то, что мы можем приносить в жертву. И вот не надо травму рвать, вы поймете, тем более там баранов каких-то резать. От этого мир лучше не становится. Вы эту силу, эту кровь отдаете кому-то там, непонятно кому, до кого там долетает. Мало ли вы думаете, что какому-то там Богу отдаете, что думаете, что до него долетает, что ли, что-то? Надо сделать свой мир лучше, изменить себя, хотя бы по пятому уровню. Это начало жизни, основа жизни, жизненные законы. Бескорыстно помогают друг другу, благостью являются. Отсюда слово «благодарение наше». То есть благость дарим. Если общество начнет так жить, если все друг другу будут помогать бескорыстно, мы столько добра привнесем, что у нас изменится все. Прежде всего, система ценностей. Вот этим можно жертвовать, этим нужно жертвовать. Вот этот механизм правильного жертвоприношения. То есть благость. Своей собственной наработки. Если у человека не наработана благость, он не может ей поделиться. Он не может благодарить кого-то. Благодарить могут только великодушные люди. Отсюда про религии богов. Если эти боги требуют кровавого жертвоприношения, ну что ж это за боги? Вы просто их богами называете, а это по сущности не боги вовсе. Понятно. Когда начинаешь с человеком разговаривать, общаться с таких позиций, очень часто в Салатве слышно. Ну ты фантазер, ты украшиваешь мир, ты просто добрый человек, тебе хочется, чтобы так все люди жили. И поэтому такие сказки рассказываешь. Да ты вокруг себя обленись, посмотри, как люди здесь живут. Не украдешь, не проживешь. Не подмажешь, не проедешь. Да? А ты рассказываешь о том, что со всеми надо делиться, что надо благость проявлять. Ну, к своим близким, да, надо делиться. А что со всеми? Что я пойду к какому-то алкашу или к какому-то неизвестному человеку и буду последнюю рубаху ему отдавать? А что, мои дети, моя семья, они как-то будут проживать? Это слышно постоянно. Но здесь вот правильная позиция, да. Здесь надо понимать, что если благости хватает только для себя и для своих там близких, делитесь с близкими. Последнюю рубаху никоим случае не надо снимать, и вы останетесь сами в голове. Это как бы потеря души, по сути. Потеря благости. Если все отдать, останется вообще ни с чем. Кстати говоря, вот у кришнаиков это очень разно. То есть они все отдают богам. Мы же должны по-другому развиваться. Мы должны отдавать только излишки. То, что нам необходимо, мы оставляем в себе. Только в крайнем случае можно пожертвовать собой ради большого количества своих там, вовлечий. Дилемма. Где излишки начинаются? А где необходимый достаток? Здесь надо чувствовать, и каждый мир своего понимания сам определяет это. Вот мир надо в себе развивать. Мир развивается в связи с повышением своего уровня развития. Чем выше уровень развития человека, тем лучше понимать понятие мира. Тогда надо понять, а что такое достаток? В нашем славянском представлении. Что это такое достаток? Два золотых монетаза, десять вертолетов. Тут каждый должен понимать, какие перед ним стоят жизненные задачи. В связи с этим определяет свой достаток. То есть человек наметил в себе решение каких-то задач. Ему для этого нужен определенный ресурс. И вот это и есть достаток. Если у него появляются излишки, он может этим поделиться. И вот это правильная благотворительность. Если он вместо того, чтобы решать эти задачи, которые могут, решение этих задач, может иметь, так скажем, положительно отразиться на обществе в целом, например, да? Или хотя бы на небольшом каком-то обществе. Вместо того, чтобы решать эти задачи и приносить благо всему обществу, человек вдруг начинает этот свой ресурс отдавать кому-то на благотворительность целиком. Те съели этот ресурс и эти задачи не решили. То есть и все проиграют от этого. Или наоборот. Когда он говорит, достаток мой определяется, что у меня есть на Кипре дача, есть дом в Милане, есть дом в Канаде, есть это, 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 у меня еще то все пятьдесятое. И я могу себе позволить и там жить, и там, и там, и там. А если я счастлива, это мой достаток. А то, что нужно или это не нужно для его развития, для общества, это не берется в внимание. Но у него представление достатки такое. Как у того же Березовского, например, который тоже упоминал. Ну, мы можем, на сегодняшний день, мы можем все видеть, что Березовский закончен. А многие так и не закончили, живут сейчас счастливы, довольны. Ну, конечно, да. Это вот как, допустим, спортсмены, которые допинг употребляют, мы видим их результаты, но мы не видим, чем они потом расплачиваются. Они расплачиваются своим здоровьем, расплачиваются безвестностью. То есть никто ничего не знает, никому они не нужны, ненужностью своей. Вот они расплачиваются за вот это вот, как бы, за свое стремление, во что бы это ни стало. То есть, получается, если, чтобы было понятно, если взять, например, какого-то миллиардера современного, и просто-напросто как фильм их поменяли местами, да, взять у него все убрать в один день, его на улицу поставить, вы его, может, там, пиджачки, ботиночки вот этих, которые вот такие-ся, да, ну, на него народ посмотрит, ну, мужик, мужик, да, хорошо одетый. А дальше чего, да, вот из этой же серии. То есть, а что у тебя за душой есть, этот вопрос, кроме этих ботинок лакированных? Я тогда сказал, не то, что за душой, а что, собственно говоря, ты наработал, чем ты можешь быть ценен для общества. Но это уже наша система ценностей, они их, они же живут в своей системе ценностей. А их система ценностей подразумевает что? Что вот каждый должен выстраивать свой мирок, есть такие блоки, такие планеты, да. И вот если ты свою локу сделал правильно, то ты в ней можешь существовать. Проблема в том, что локу, конечно, надо же откуда-то питание убрать, где локу, а откуда ее убрать? В этих мирах нет своих источников, все источники только в божественных мирах. Вообще, надо понимать, что все вселенные, вот все темные миры, они устроены по принципу недостатка. Отсюда вот есть такое понятие физики, как энтропия, то есть разрушение. То есть в этом мире два главных закона, это разрушение и смерть. А в божественных мирах это созидание и жизнь, там они избыточные. Божественные миры все избыточные. Вот рук изобилие, он возможен только в божественном мире. А здесь вот как бы построил свое локу, ну хорошо, но ты должен чем-то питаться. Именно поэтому вот эти локи все время собирают новых, так называемых, адептов. Почему? Потому что эти адепты какую-то силу туда должны привозить, новую. Иначе это локу сломнется точно так же, как это все локуны. Ну да, я постоянно обучаю или достатку материальному. Хотите материальный достаток, идите к нам, мы вас обучим. Или не хватает любви, идите к нам, мы вас сделаем счастливым. То есть подмена понятий постоянно идет. Но опять же, я хочу подложить, что если человек достаточен, у него что-либо отобрать, чтобы он стал недостаточным, невозможно. А если человек находится в иллюзии достатка, ну миллиардер, мультимиллиардер, в этом случае достаточно его счет перекрыть, и человек становится каким-то уже второсортным. Как-то вот спортсмена приводил, который сейчас сиял, 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 потом за допинг его наказали, спорта выдвинули, и что дальше? Вот то же самое, тот же спорт, только денежный. Убрали, и кто-то дальше, кто тебя дальше вспомнил? Вот нет того же самого Березовского, да, и кто немного вспоминает? Подожди сейчас к бабушке, кто такой Березовский? А, да, помню, был такой, ну чего, ну был. А что дальше? Или возьми того, кто разорился, например, да, по каким-то причинам. Конкуренты съели, или не вписался в систему. Еще одна крылатая фраза одного известного человека, да? И что? Вот, наверное, достаток, он определяется не материальными средствами, чем-то другим инструментарий, который тебе нужен для саморазвития, для того, чтобы ты мог двигаться в этой жизни. Для чего? Вот о чем мы с тобой сегодня говорим? Я согласен, и еще раз я хочу сказать, что каждый человек, к примеру, своей развитости, либо неразвитости, определяет свой достаток. Вот кому-то кажется, что необходимо иметь там много там вилл каких-то, необходимо иметь немного джипов там, и так далее, там, золотые метазы, как это для нас не звучит дико-золотые метазы, некоторые действительно без этого жить не могут. Вот. Но это же говорит о не развитии человека, а его, так скажем, он маленький, то есть он не может расширить свое сознание до, ну, хотя бы Вселенной, чтобы объесть всю Вселенную, либо там загнули в другие миры, посмотреть, как там живут, какие там принципы. Идет, как бы, ориентация на себя любимого, на удовлетворение своих низменных потребностей, либо там, может быть, они не такие низменные, но они все равно очень узконаправленные, очень такие простенькие. Ну, еще раз говорю, вот это определяется все уровнем развития человека. Ну, видимо, компенсация, тоже говорят, есть такая шутка, чем у человека что-то меньше, и чем сам человек меньше, тем большим объемом он стремится. Большие дома, большие картины. Да, да, это определяется очень четким понятием духовной нищеты. Надо чем-то компенсировать, видимостью какую-то. И он видимость все начинает делать, коллекционировать. Это, 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 кто-то там вокруг себя женщинами окружает, кто-то богатствами, кто-то и тем и другим, и третьим. А, конечно, я то и говорю, ну, вот убрали тебя, переместили из дворца золотого в сарай, ну, и дальше что-то. И все будет понятно. Я кажется, что тот, который все время жил в сарае, он более развит оказался, нежели чем-то такой счастливый, красивый. Хорошо. Тогда надо еще поднять одну тему такую, что в восточных учениях обычно не помогают тому, кто тонет, или что-то с ним происходит похожее. Вот когда ты говорил про малодушие, да, случилось с человеком что-то. Человек смолодушничал, он не помог, и тем самым себе найдешь самому, себе же любимому, ущерб. Но ведь есть такое высказывание, если человеку суждено утонуть, это его крест, да, его жизненная ситуация, которую ему необходимо пройти, которую ему необходимо пройти в жизни, он обязательно утонет. Ну что ж, получается, человек не смолодушничал и начинает ломать его жизненную ситуацию, нужно ему было утонуть, ты его вытаскаешь, он теперь опять будет мучиться, там, еще 20 лет, пока опять тонуть не начнет. Нет, надо понимать, что все устроено достаточно мудро, и если тонущему, которому суждено утонуть, встретился кто-то, кто не дал ему утонуть, это это судьба, вот, это судьба, причем для дворих, и для того, и для другого, и в дальнейшем каждый из них должен осознать ошибочность этой ситуации, если все-таки ему должно было утонуть, то тот, кто спас, должен понимать, что несмотря на тот большой ресурс, на те большие силы, которые он имеет, чтобы как бы изменить характер событий, нужно все-таки, кроме сил, нужно иметь понимание, а нужно ли менять характер событий или нет, вот, а для того, кто тонет, и суждено ему утонуть, он должен понять, вот, ему дали второй шанс, что, а вот, а что же его привело к тому, что он вынужден был утонуть, надо, чтобы не в своей жизни, чтобы не утонуть второй раз, чтобы... Может, это там Герасимов был в той жизни, который бедному укунал? Ну, к Тургеньеву у меня сложное отношение. С Тургеньевым или к Тургеньевым? Да, потому что, ну, допустим, тот же, как он, как повесть или армия, повесть, наверное, да, отцы и дети, полное безобразие, никакого художественного ценностя не несет, больше того, в школе, я считаю, вредно проходить это, потому что там, так скажем, там нет ориентировок правильных, а скорее там ставятся вопросы, которые дети не в состоянии разобрать еще. То есть, либо учитель должен быть очень грамотно и должен объяснить ситуацию, что там, собственно говоря, о чем идет речь. В общем, вот, как бы, Тургеньевым фондом. Я предлагаю сейчас Лискова, Лискова, Достоевского. В общем, понятно, но мы сейчас к литературе вернемся. Вот школа методологии ускоренного духовного развития. Пришел человек, говорит, я хочу духовно ускориться и развиться. И что Марат, и что другие участники этой школы, мудро.ру, могут предложить этому человеку? С чего начинаются все занятия? Что, садись за стол, сейчас тебе жизнь научу? Ну нет, конечно. Во-первых, конечно, никакого насилия. То есть, все добровольно. Потому что развить кого-то насильно, это либо невозможно, либо это создать трудности для себя и для этого человека в дальнейшем. Прежде всего, смотрится на то, в каком состоянии находится человек, какие центры у него развиты, какая у него кармическая нагрузка, то есть ситуация, с которой он пришел, вся по всем телам. Дальше надо понимать, что у нас на занятиях образуется поле достаточно высоких энергий, в которых процессы ускоряются все, в том числе и кармические, и чайские ускоряются, и вообще не просто ускоряются, а появляются возможности развития тех центров, которые в данной космической сущности не в состоянии развиться самостоятельно, еще раз говорю, ввиду того, что действия Меркина в высоких уровня присутствуют. Собственно говоря, вот на этом весь метод ускорения и построены, а в дальнейшем данный человек или космическая сущность должна трениться над собой. То есть мы оказываем помощь, мы можем предоставить не те ориентиры, куда нужно идти, но все-таки прожить жизнь у человека невозможно, он должен сам прожить жизнь, он должен сам пройти свои уроки. Но когда у него есть ориентиры правильные, когда у него есть правильная система ценностей, когда он понимает, что нужно взращивать основу свою, а не какие-то там способности, с которыми непонятно, как потом распоряжаться еще. Вот. И это все очень сильно ускоряет развитие человека. Еще раз говорю, боли опять же есть. То есть это силовой фактор, так скажем, прорыва. Но все-таки жизнь, поступки свои, это как бы человек проходит сам. А вот это поле, чем оно образуется? Включается какой-то генератор, тумбль какой-то делается, приходит какой-то человек с губном, шаман начинает стучать, что или мастер, или учитель начинает какие-то там мантры петь, или просто разговоры, или что-то другое, вот так, чтобы нацелить наших зрителей. Нет, очень просто все. Значит, каждый мир обладает своими, как бы, своим качеством энергии, да? В нашем мире там одна энергия, в другом мире другая энергия, более низкий мир, более плотная, более тяжелая энергия. В более высоких мирах она по частоте выше, и она легче ощущается, по ощущениям она такая хорошая, благостная. Так вот, чтобы зацепить энергию того мира и привнести ее в этот мир, нужно иметь в том мире развитие тела, через как источник, да? Канал связи, вот отсюда канал, да? Вот. Либо, если, к примеру, у кого-то еще недостаточно развито какое-то высокое тело духовное, но есть какой-то божественный наставник, с которым можно связаться, можно через какие-то механизмы связаться с ним, и он начнет с тобой работать, а через себя будет работать с теми людьми, которые пришли на занятия. Мы, конечно, стараемся свои тела развить. Кроме этого, есть механизм, когда человек, не выходя куда-то наверх, в состоянии те энергии, которые здесь находятся, преобразовать в более высокочастотную энергию. Это механизм построения спиральности, ну, в общем, в астральном теле, прежде всего. Вот там есть такое понятие, как звезда, которая сжигает всю тьму в своем огне. Вот, собственно говоря, это двойная спираль, которая строится в астральном теле человека. Вот. Это тоже механизм, пожалуйста, это чистка карм, таким образом, осуществляется. И, собственно говоря, это ускоряет развитие человека, и это меняет пространство вокруг, то есть энергетика какая-то становится. Вот на этом все построено. Но все-таки здесь присутствуют какие-то практики, которые даются, да? Конечно, практики присутствуют. Но надо понимать, что все-таки дело не в практиках, а дело вот в этих механизмах, которые должны включиться. Ну, они как-то рассказывают эти механизмы? То есть садится человек за парту, ему дается фетрадочка, ручка, записывай, механизм такой. Вот на доске ты написал, а они мне, значит, включили. Нет. Ну, можно, конечно, попробовать рассказать, но это практический опыт. Это вот как, ну, к примеру, освоение ремесел. Можно очень долго сидеть и писать на доске, как, допустим, работать рубанком, но если человек не брал никогда в руки рубанок, он в лучшем случае может кому-то рассказать, как это правильно делать. Но сам он этим мастерством не владеет. То есть, опять же, практика, практика, практика. Конечно, но это включение центров. То есть, еще раз, мы же не теоретически живем в этом мире. Мы практически проходим все эти уроки. То есть, мы в действиях это все проживаем. Так же и здесь должно быть действие. Да, ну вот. И люди приходят, обучаются этим действиям. Есть ли люди, которые постоянно этим занимаются или, скажем так, прошел некий класс, мастер-класс, практики тебе дали и теперь иди занимайся дома и больше к нам не приходи. И набирается новый набор учащихся, которые также приходят, за какой-то срок что-то познают, выпускаются и так все это меняется. Или здесь какая-то другая система взаимодействия с учениками? Система у нас живая. Во-первых, у нас нет коммерческой основы. То есть, мы не стараемся зарабатывать на каком-то деньги, поэтому мы какие-то тренинги, так называемые, не проводим. Нам важен результат. А не так, что человек прошел тренинг, заплатил за это деньги и получил за это бумажку, в которой написано, что он прошел первую ступень просьбы. А теперь за вторую еще деньги. Да. И нам важен конкретный результат. А ввиду того, что знания достаточно сложные и вскрытие каких-то центров кому-то дается легко, кому-то сложно, так надо понимать, что невозможно какие-то тренинги проводить. Но это глупость большая. Должен быть процесс развития. Вообще, человеку жизнь дана, чтобы он развивался всю жизнь, подчеркиваю, всю жизнь, ежедневно. А не так, что посетил тренинг, ну все, я теперь король. Значит, ввиду этого мы никого не неволим, у нас есть, так скажем, как бы мы занимаемся со всеми, стараемся, чтобы каждый как можно быстрее освоил какие-то уровни, которые ему доступны. Если ему этого достаточно, он считает, он сам разворачивается и уходит. Если он хочет дальше развиваться, он продолжает взаимодействовать с нами и начинает осваивать знания нового уровня, более интересного, более сложного. У нас есть люди, которые живут вместе с нами в одном городе и они имеют возможность посещать занятия регулярно. Конечно, им проще. Вот таким образом они прошли, там есть преподаватели, которые владеют этими энергиями высокими, которые создают эти поля. И люди регулярно развивают, регулярно попадая под воздействие этих полей, они формируют у себя центры высокого уровня. Но есть те, кто приезжает к нам из других городов, им сложнее, им как раз приходится по этой схеме. То есть они приехали, посетили наше мероприятие, потом уехали и через месяц, два, три, четыре они приезжают еще раз. Ну, кто как может. То есть надо понимать это. А вот этот период им приходится самостоятельно заниматься. Это, конечно, сложно. И вообще большое уважение меня вызывают вот эти люди, которые из других городов ездят. Потому что это большой усилий, на самом деле. И трата денег. Потому что, ну, билеты, как бы я понимаю, дорого стоят достаточно. Вот. Те, кто в нашем городе живут и занимаются, тоже я уважаю людей, потому что большинство-то вообще ничем не занимаются. То есть те, кто в нашем городе, им проще доехать до занятия там заниматься и по этому дому. Как происходит взаимосвязь между людьми с разным уровнем подготовки? Вот пришел молодой человек, молодая девушка. Их несколько, или несколько человек, которые первый раз на занятиях. А здесь уже люди, которые там два-три года занимаются, и у них уже за спиной и опыт, и тренинги они эти уже прошли, и обладают определенными возможностями в направлении энергии. То есть у них уже что-то наработано. А тут вот взяли им в группу уже готовых людей, подсаживаете совершенно не готовых с нуля. Как взаимосвязь происходит? Не мешают ли они другим? Ну, я вообще против того, чтобы мечти попадали сразу в продолжающих. Почему? Потому что есть те, кто просто нечувствителен, у них центры закрыты, а они просто ничего не почувствуют, ничего не поймут, потому что ни за каких мы не разговариваем, поскольку мы сосредоточены на определенных процессах, которые происходят. И будет разочарование в этом случае, да? Ну, они просто ничего не поймут. И есть другие, у которых центры открыты, и может такой эффект произойти, что новый человек пришел, он попадает под воздействие таких сильных энергий, что у него обратное тело физическое может не выдержать, и у него различные неприятные реакции идут, ощущения неприятные могут быть. Бывают те, кто попадает, и они подготовлены уже каким-то образом, предыдущие воплощения любого в этой жизни, куда-то ходили, чем-то занимались. Приходят, и им наоборот нравится. Но ввиду того, что есть разные люди, и кого-то можно в принципе на занятие сразу пустить, и он все поймет. Ну и все может быть, но многое поймет, и ему понравится. А кого-то это может оттолкнуть. Ввиду этого я предлагаю все-таки посещать мероприятие, где мы и занимаемся, и много чего объясняем. Есть возможность вот так вот поговорить, поскольку там мероприятие два-три дня идет. То есть я предлагаю себе новичкам не на занятия сразу приходить, а на мероприятия, где вот… Погрузиться в атмосферу, да? Да, можно поощриться, понять. Потом, ну вот опять же там вопрос доверия. Да, ну мало ли, что я сказал. А здесь есть возможность пообщаться с людьми, которые точно так же, как ты, пришли только там на полгода раньше, чем ты, на год раньше, чем ты пришли. Так же занимаются. Тут никто ни от кого не зависит, никто никому рот не закрывает. Площадка открытая, можно все обсуждать. То есть, и вот эта вот открытость и общее, как бы, уважение друг к другу, доверие друг к другу, вот эта атмосфера, она позволяет наиболее четко проникаться знаниями, там, вот… Ну, как бы, это лучше. Хотя бы понять, надо тебе это или не надо. Да, конечно. Некоторые могут прийти, посмотреть, разумнуться и идти. Как бы, это совершенно нормально. То, что ты рассказываешь, как-то напоминает все-таки некий такой сектантский вариант, когда приходите к нам, мы вас научим жизни, мы вам сейчас что-то расскажем, вы сразу все поймете. И на самом деле во многих сектах что-то раскрывают, рассказывают, и народ там сидит, ощущает благостно, и говорит, что я много что в этой жизни теперь понял. Какое же тогда основное отличие той методики, тех методов, о которых мы сейчас говорим, от в свое время очень активно в большом количестве располагившихся сект, всех течений различных уровней? Ну, тут даже можно говорить не о сектах, а вообще не только сектах, многие школы эсотерического толка, они говорят о том, что вот есть наша система знаний, она самая правильная и только ее надо придерживаться. Чем мы отличаемся? Мы отличаемся, прежде всего, от открытости. То есть мы никаким образом не наставим, что только наша система знаний правильная. Мы показываем людям другие школы. Например, я говорю, что есть такая практика построения энергетического каркаса. Я говорю, что очень хорошей подготовительной системой является система Белояров, которая, по сути, этот энергетический каркас выстраивает. У них основа знаний на этом построена. Выстраивание энергетического каркаса. Пожалуйста, идите Белояров. То есть не привязываешь к себе? Нет, ни коим образом. Наоборот, я честно скажу, я бы не хотел на себя. Я и так чрезмерно перегружен. У нас инструктора все перегружены, потому что тяжелая работа, мы прежде всего с собой занимаемся, а другим мы помогаем, здорово помогаем, но все-таки именно рассматриваем как помощь. Пришли к нам, пожалуйста, будьте нашими соратниками. То есть у нас нет системы разделения, что там кто-то главный, кто-то не главный. Нет, пожалуйста. Любой может сесть на мое место, на место инструктора, если он. Часто меняется там? Да, просто так. Если считают, что он в состоянии нести ответственность за все те процессы, которые, пожалуйста, наоборот, будем рады. Потому что тяжеловато удиночку тянуть это все. В этом смысле, опять же, кого-то лишних не хотелось бы видеть. Но те, кто хочет, интересуются, будем рады этим людям. Еще раз, мы стараемся у себя в группе делать большой обзор. У нас есть у нас на сайте, у нас есть друзья наши. Если кому-то ближе те знания, которые они дают, пожалуйста, идите к ним. Вот недавно товарищ один наш прислал новомастера, который тоже работает с энергетичным каркасом. Мало кто с ним работает, но вот один из, пожалуйста, прислали. Мы на следующем семинаре будем, значит, обсуждать это все открыто, совершенно. Пожалуйста, если кому-то захочется с ним работать, пусть и уходят к нему работать. Вообще, как бы мы в своей группе насильно никого не удерживаем. Больше того, мы стараемся дать общий обзор групп, общий обзор в школах, которые существуют. У нас люди, к примеру, позанимавшиеся у нас 3 года, кто-то больше, в свое время поставили задачу, они ходили по другим школам, смотрели, какие там знания есть. То есть это прямо задача такая была поставлена, они ходили и смотрели. Знаешь, что он напоминает? Напоминает то, что ты рассказываешь, когда человек один везде пытается взять инструментарий, а другой человек учится применять инструменты в жизни. И вот чем отличаются еще как раз многие школы такого близко сектантского направления, что там идет привязка к мастеру, который дает инструменты, но в жизни иногда этими инструментами его адепты, если так можно выразиться, не всегда умеют пользоваться или вообще не могут пользоваться. То есть они наслушались его, они вроде что-то почувствовали, но когда доходит дело до практики в жизни, чувствуют, что как-то рубанок не так круги лежит, топор не его размерчик, пилочка не такая острая, как у мастера, и возвращаются к нему. Здесь ты расскажешь о том, что идите, вот тут рубанок вам инструмент дадут, вот тут вам пилу дадут, вот тут вам еще что-то, ну а я просто покажу, как этим пользоваться. получается так, что это? Даже не то, что как этим пользоваться, а как это можно все в единое собрать и пойти выше, дальше, чтобы было интереснее всем. Ну вот, как бы вот так вот. Потом, на самом деле, я очень четко понимаю, что есть вещи, которыми я заниматься не буду, которые я преподавать не буду, а кто-то этим занимается. У кого-то прямо вот направленность в этом направлении, ну в смысле, вот направленность идет такая, да. И как бы я этим людям очень благодарен, да, там у них может быть ниже уровень развития, ниже уровень знаний. Но зато они цепляют каких-то людей, которые ко мне не придут, потому что там, ну, к примеру, я какие-то слишком незаумные вещи говорю, какие-то непонятные вещи для них говорю. Вот. Или говорю вещи не близкие, не по душею что-то. А эти люди говорят вот как бы о порядных вещах, граниках. И они туда пойдут. Ну, кто-то смотрит сериалы, кто-то читает умные книги, кто-то не умные, кто-то увлекательные книги читает. Каждому свое. То есть, и здесь надо понимать, что не надо как бы быть каждой вышкой затычкой. Вот у тебя есть предназначение, пожалуйста, исполняй его. У кого-то есть другое предназначение, связанное с его уровнем развития. Или хотя бы отработай его, да, чтобы потом к новому предисходить. То есть, жизнь у нас всегда только одно предназначение в жизни есть. Ну, кроме главного. Еще бывает так, что у тебя вот на этом этапе, ну, грубо говоря, развить свое тело от маленького мальчика и от маленькой девочки вырасти – это первое предназначение, что ты должен сделать, да, и правильно сделать. За это время тебе необходимо набрать такой-то инструментарий. Потом ты переходишь уже в более-менее взрослую жизнь. Здесь следующий ставит цвета, да, ты должен научиться там, петь, научиться танцевать, еще что-то, с детьми заниматься, там, и так далее. Знание набраться школьное, да. Потом переходишь уже в взрослую жизнь. Там еще новое, и так далее. То есть вот это, 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 а не так, что вот только вот в это уперся. Получается, что если вдруг ты видишь, что возрастной еще человек не прошел свой какой-то урок в жизни, то лучше его, наверное, и не тянуть сюда. Пускай он там дойдет, пускай этот котелок доварит ту кашу, которую должен доварить, и потом уже с этим пудом приходит на наш стол садиться и угощает всех и так далее. Вот такая ассоциация сложилась, как вы рассказывали. То есть все в своем меру, в свое время. Никогда никого мы там, вот как морковку за ботом не тяну, чтобы она быстрее не выросла. Нет, это бессмысленно. Но, в принципе, еще раз говорю, какие-то процессы ускорить можно. Если человек делает выбор, то, ну, помогут. Ну, здесь чуть больше света дали, тут удавление чуть добавили, да, тут в земле их взрыхлили. Морковка начинает расти более активно. Хорошо. Раз уж ты постоянно упоминаешь такие слова, как славянство, ведическое что-то, то, наверное, нам следует отметить следующее. Сейчас это становится неким уже не просто интересом, а неким трендом. Очень много людей начинают этим интересоваться. Надевают на себя какие-то костюмы, часто собираются где-либо, проводят какие-то встречи, тематические обряды или что-то еще. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вообще обрядовость, она в нашем мире, та вот древняя наша обрядовость, она нужна или это некое дополнение, но хочу-не хочу? И вообще, что такое обрядовость в твоем представлении? Я бы все-таки не усложнял задачу, а поговорил бы об обрядовости, которая принята на сегодняшний день. Хорошо. В сегодняшнем мире. Надо понимать, что на сегодняшний день был скрыт самый нижний уровень славянских знаний. То есть это не полные славянские знания, это нижний уровень. Некая база, от которой можно отталкиваться. Ну да, но база, опять же, она ограниченная. Ну вот, ну естественно. Да. Фундамент, он не может быть выше крыши. И больше того, люди многие, даже и вот эти знания, которые были скрытые, они не смогли их полностью взять, а каждый их понимает в меру собственного развития, в меру собственных возможностей понимания чего-либо, каких-либо процессов. И на сегодняшний день обрядовость стала играть такую, как бы уже практически религиозную роль. Главянствующая роль во всем, да? И религия стала образовываться из этого. Да, да, да. Но тут вот я на что хочу обратить внимание, что с одной стороны обряды, они очень хороши, потому что это, собственно говоря, переход на нашу систему ценностей. То есть через обряды, через храм воды, допустим, да, через что-либо еще подобное, люди наконец-то начинают жить в нашей системе ценностей, приобщаясь к ней. Они, ну, по крайней мере, хотя бы узнают об этом. Ну, потому что если, к примеру, вспомнить хотя бы советские сказки там или, допустим, сказки Пушкина, в которых хоть какие-то славянские элементы присутствовали, то на сегодняшний день у нас же полностью произошла замена нашей системы ценностей на западную. Одно дело, когда люди заменяют понятия, то есть используют алхинские слова, допустим, эго, вместо себя любви, патриотизм, вместо любви к Родине, любви к Отечеству. А другое дело, когда дети начинают уже, как бы, свои чувства выражать не нашими, не нашим звукорядом, так скажем, как бы. Вместо «ах, ух», говорят там «упс», или как они еще там говорят. Вау, вау, говорят «окей». Я в свое время был поражен, когда поехал в Италию, и мне итальянцы на какие-то вещи говорили «окей». Вместо «вау, бэнна», да, то есть хорошо там, или «бэнна». Это насколько же они утратили свою внутреннюю культуру уже. И сейчас то же самое происходит у нас. Вот это, на самом деле, достаточно тревожный сигнал. Потому что одно дело, когда мы путаемся в понятиях, а другое дело, когда у нас уже внутренние побуждения наши выражаются. Потому что вот эти слова, они как бы, они уже идут не от сознания, а от чувств. И когда мы свои чувства начинаем выражать не нашими, только звуками, звукосочетаниями, это совсем плохо. Поэтому, конечно, обрядовость, она здесь хороша и своевременно. Мы должны наконец-то прийти к нашей системе ценностей. И не только в сознательном варианте, то есть когда мы понимаем умом эти вещи, но и когда мы чувственно воспринимаем нашу систему ценностей. А это можно только через обрядовость. Но, с другой стороны, если мы будем только на этом останавливаться, то мы создадим свою религию. Когда у нас есть вот это чувственное восприятие наших образов, но нет сознательного понимания наших образов. А это отсутствие мудрости. То есть у нас может появиться вежливость, то есть введение законных жизней. Но нет ни мудрости. Мудрость – это знание, освященное любовью. Либо это, можно по-другому сказать, осознанный жизненный опыт. То есть все равно здесь сознание участвует. И в том, и в другом. Вот. Как бы вот этот момент очень такой важный, его нельзя выпускать. Здесь надо еще, знаешь, что отметить, что многие за обряд принимают как раз вот то, что в древности называлось игрищами. Когда горятся хороводы, прыжки через костер, купание, хождение по углям. Поэтому это составляющие обряда могут быть. Дополнения могут быть. Но это не есть сам обряд. Потому что слово «обряд» оно подразумевает более сакральное, более великое. Это настройка связи, как на горизонтальном уровне. Ну, оба ряда, когда находимся. Вот мы с тобой, да, находимся. Мы связь между нами остановили. Вот у нас прошел горизонтальный обряд. Вот туда, в ту сторону обряд. Вот мы создали поле свое. И когда еще вертикальный, с нашими богами, предками, с высшим Я своим. Некоторые до сих пор не могут сейчас до высшего Я своего. Вот это и есть обряд. То есть настройка связи. И вот на таких мероприятиях, когда эти обряды проводятся, происходит некая подстройка какую-то. Взяли камертон и подкрутили. Вот, ага, выстроилось все. И вот все дружно вот этим насытились. Все дружненько на это настроились. И дальше продолжают в этом находиться жить. Вот примерно то же самое, что у вас на практиках происходит. Далее на основу выстроились, почувствовали. Здесь, здесь общее поле почувствовали. Вот это, по сути, и есть обряд. А когда люди просто бездумно, как вот из слова бездумно употреблю, просто бегают вокруг чего-то, кричат какие-то слова, делают какие-то движения, ходят почему-то и так далее, слушают кого-то. Это не обряд. Это имитация обряда. Это упрощенная форма некого проведения какого-то времени совместно. Вот, если мы только в это уходим, то на первом этапе и этого бывает достаточно. Ну, чтобы почувствовать себя. То, что, да, у тебя есть славянские корни, русичие корни, славяно-арьев кто-то называет, славяно-русов, по-разному называют, да. Это очень хорошо. Но это как уровень сказок. Вот ты погружен, и ты знаешь, что это твое, родное. А если мы вот так и не дойдем к составляющей более глубинной, то это то же самое, как, например, прийти в мудро.ру, да, в мероприятие, сесть и просто ощутить в себя, что я нахожусь среди людей, которые мои ненамышленники, которые что-то у меня делать. Вот просидел, как говорят некоторые, прокайфовал, получил заряд энергии, спасибо, друзья, вышел, и все. Вот примерно я так себе представляю. Ну да, именно очень правильно. И именно поэтому я изначально отговорился, что в современном понимании слова обряд, а не в любимом понимании. Потому что вот в этих энергиях, в этом соотношении с окружающими тебя родичами и с тем, что откуда ты пришел и что тебя связывают, надо жить постоянно. А вот эти вот обрядовые компоненты, они необходимы именно для под настроя, для того, чтобы, может быть, где-то что-то подладить, подправить. Вот, наверное, так. Но, во всяком случае, я вопросы, какие хотел, задал. Ты, как мог, на них ответил. Благодарю тебя за столь интересную беседу. Благодарю тебя за твои вопросы. И желаем нашим зрителям всегда находиться в состоянии обрядовости правильной. Всегда находиться в том состоянии, которое будет вам помогать развиваться и создавать благую карму на будущее. Подниматься, подниматься, тянуться, как вот спортсмен до последнего тянется. Вот, надо подтянуться, вот тут находиться. И в этом вам будут помогать как раз те люди, с одним из которых мы сегодня общались. Это Марат, который представляет Школу Методологии Ускоренного Духовного Развития. Сайт мудр.ру. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова